Да, жалко. Так, а он здесь успел финдов растерять. Я что-то не слежу из-за этого за игрой. Давайте посмотрим... Да, уже есть название игры. Давайте зайдем лучше в кавку. Плохой пинг. Зашли. Зашли. Хорошо. Соколик тоже в этой игре. Я думаю, что нужно с ним созвониться тогда. Тем более, что здесь вполне вероятно будут... Будут орки. Хотя, конечно, может поставить любую расу. Сейчас. Так. Угу. Каждый скоро ждает соперника. Годи Скорт. Давайте-к по прузе. Вот, отлично. Заходим. Привет. Привет. Сейчас погромче тебя сделаю. Угу. Ну как? Как тебе? Игра твоя? Я так потел, Мишань, ты не поверишь. Старался, старался. Несколько хороших моментов было, конечно, там. Да. Очень хороших. Молодец. Ты там ждешь еще пока своего противника следующего, да? Да, уже только что, да. Но пока можно посмотреть на кэши. Да, как играть против Хумана? Первый матч, да? Кэш против Хавка. Да, да, да. По-моему, последний раз кэши выиграл. Когда они играли. Или на этой неделе, на прошлой. По-моему, это так. Но это не точно. А следующий у меня противник будет или эльф или андет. Посмотрим. А потом Плис. Если пройду, конечно. Ну ты же Плиса когда-то убивал. Да, у меня даже репей есть. Но это было давно неправда, так что он сейчас в очень хорошей форме. Я буду стараться. Так, ну Архимат Футман. Стандарт башни пока что нету у Хавка. Тиран. Ну нет, против кого сыграть. Тот, кто пройдет в следующий раунд. Хавк Кэш делает быстрый тег с одним Буровым. То есть он сначала делает Т2, потом строит Буру. Я так однажды сделал против Зайку. И он сразу же прибежал и мой Буру вынес. То есть он стабильно против такого играет. Но Хавк не хочет рисковать, идет крепится. Ты смотри, как красиво он выманил Голема. Это же стандарт, да. Ну да. И теперь он-то не кидает камень, если его вот так выманешь. Да. И Славу не кидает. Но. Баланс. И сразу же этого жреца лесных троллей подрезал пока. Люди возвращались. Минус один. А вот такой вопрос. Жрец лесных троллей и лечит Голема? Думаю, да. Да? Должен лечить. Вампирик Аура? Ох. Футмены начинают хоть по два хита за удар, но отхиливаться. Может, еще одного Раба убьет. Пашни нету у Хавка. У Кэша 67. Это то есть один элементальный, один Раб. Да-да-да. 42-25. Минус уйца рабочий. Хавк, ну стрельни. Кэш. Ты болеешь за Орка. В общем, я тогда за Хавка буду болеть. Давай. Ну, Орки, конечно, раса очень-очень сильные. И чтобы ее убить, нужно недюжую скиллуху иметь. Надеюсь, что получится. Потому что... Ты берешь одного героя с волками, у тебя вызовов сколько волков? Получается 5. Да ведь? 285 у тебя, плюс там регенчик. Ты пять раз вызываешь этих волков. Ты бесконечно. Футмены всего трое. Элементарий только двое. Да. Но есть еще тролль, который диспелит своих волков и дает не имея неимоверное количество их спы. В смысле, уже мало дают за волков. Все равно очень много. Но в это время кэш крепит троллей. Очень опасно крепит. Да. Тут как бы... А-а-а, хорошо. Into Perichov. Будет больше дамага. Ой, хорошо за... Этого. За... Динаевал своего волка. У которого очень мало жизни. Который из диспеллится троллем. Вот. Не, а кэш сейчас получает второе уровень. У него еще 170 маны. То есть он один еще чайник, если может кинуть. Он, наверное, пред... Ой, девайс ему выпал лечение. Ну и пред постоянно. Ему вот, например, в прошлой игре они поставили с товарищем... Играли рандом на рандом. Кэшу выпал орк. И два первых артефакта у Сахи был большой баталек маны и амулет энергии. Красиво. Так что сегодня его день. Определенно. Соколь пишет Ла Сапа. Соколь. Привет. Мне Баракус написал, Сокол, ты играл? Да, я играл. Я еще даже буду играть. Я еще не закончил. Тролль диспейлил... Диспейлил первого и второго волка. Все, изи. Минус 75 маны. Это лучше мана Берна. Кэшу отходит, чуть-чуть контролит. Опять делается волк и можно опять диспельнуть. Или 75 доставить диспейлил, еще не успевает. Потому что он аутохилл не выключил. Ой-ой-ой, можно потерять кранта. Нет, нормально. Уходит на 91 HP. Теряется волк. Кэш пытается что-то продамажить так, чтобы можно было кинуть чайник, но... Ох, фута добил все-таки. А чайник же еще вам имбовым сделали, что она отскакивает быстрее значительно. Ну да, есть еще аура у Хумана такая. То есть бесконечная мана у героев всех. А-а-а. Да. Ее фиксили раза 4 уже. Ну потому что она такая была имбовая. Уже не имбовая. Ну, не-не, самая лучшая аура в игре. Да? Самая лучшая? Да. Да, стопудово. В смысле? Для кастеров. Для кастеров? То есть ты считаешь, что его аура лучше, чем, например, Тавуреновская? Да. Ну, это все зависит, конечно, от ситуации, Мишань. Ты же прекрасно это понимаешь. Стомб кидается. Ради лема, думаешь? Да. И лема уходит. Ой-ой-ой. Можно еще раз стомб. Да, вот это хорошо. Подрезает, скорее всего, двоих футов. Да, чайник еще есть. Ох, ты видел, как подблочил еще красиво? Случайник имбовый. Можно окружить, блочит, 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 блочит. Хав как-то не так заморачивается в плане контроля по ощущению, как кэш. Ну, ему футики вообще не нужны. Видишь, у него страта рифлы. Да, это понятно, но так просто кормить смысл. Наверное, на крипах слить. Лучше слить, да, на крипах. Ты прав. Ты полностью прав, Михаил. Барсик почти третий. Архимаг три с половиной, как-никак. Ну, сейчас получит третий кэш. Шаманы начинают появляться в армию кэша. Будет вырваться от ворена. С лайкнинг щелдом топать. Ой, лайкнинг шильд, у меня сегодня столько раз спас попом. Да. Это было клево. А странно, почему он катапульты не строил в твоей игре? Я так боялся, Миша, я нереально боялся, что если придет катапульта и будет пинчить, например, мейн или другие здания, это намного было бы тяжелее. То есть пришлось бы инбул покупать Блэйдом и пытаться убить эту катапульту. Это, ну, больше давления было бы. Так, Барсик пытается чуть-чуть помешать. Диспел, 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 диспел. Мин, ой, покармь, ой. Да, все. Жалко-жалко. Ну, многие делают на третьем уровне у Барсика чайник. Очень. Именно вот из-за этого. ТЦ второй, делается сеточка у рейдеров. Кэш играет чуть-чуть по-другому эту страту. Многие, типа, гранты-шаманы, а, конечно, добавляет рейдеров сеточкой. Ну, правильно, в общем-то, против рифленых. Сетка, мне кажется, все равно намного лучше, чем иногда делать докторч, например. А маны и шраманов мало, чтобы делать такое, что лучше. Лучше сеткой ловить. Оба за ним забирают друг у друга оранжевую точку. Разные оранжевые. При всем уважении. Ну, да, я знаю. Один, конечно, лучше. Конечно, да. Посмотрим, что выпадет ему там. Первый играет на атаку для рифлов. Дисплод на престол доделывается сейчас. Грейт на армор не делается. Ой, рейдер налево побежал из базы. Сейчас может он получить. Вопрос еще. Да, еще МК впереди. Мало того, что фокус у тебя здесь находится. Слов? 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 Может еще нас этот? Не, не успевает. Все, конечно, понял, что почем. Анг выпадает Таурен, а Таурен почти третий. Почти третий, это не третий, Миша. Да, элементарий всегда есть тебе на такой случай. Хуманы заботятся о уровне героев вражеских. Но там МК дикий. Ты же помнишь, какой Молтон Кинг был? А почему не молоток? Ждет. Бах, молоток, молоток пошел. Кадой, молодой, вперед вырывается. Кадой, молодой тоже может поймать. Таурен хорошо сейчас стомпнуть может. Шикарно. Да, кушает Кадой и пол фокусится Таурен. Но у Таурена фокусить нельзя, у него шикарнейшие девайсы. Я бы сейчас выпил хил, да, он выпивает. Еще стомп хорошо можно сделать. Надо рифла забирать. И рифла одного забирает. А может, два их бы... Ай, там не хватало все равно урон. Даже если полк с первого сверху вкуснул два раза, не хватило бы добить. Ну, неплохо. Во-первых, минус телепорт. Во-вторых, конечно, вообще ни одного юнита, кроме шамана, не потерял на старте. Ну, рейдера и шамана, окей. Ну, рейдер, да. Но сейчас переварит рифла. Он потерял еще... Что там было? Какой-то кастер, какой-то рифл. Элементарий и диспольное. Два троля есть. Да, элементарий он двух потерял. То есть... Шаман, который пожертвовал своей жизнью, который умер, он специально вшел, чтобы диспельнуть элементарий, чтобы получил Товариен третий уровень. Это был суицидальный шаман. Банк он на 300 пропил. А кто пропил бутылку на 300? Там у МК была бутылка? Откуда? Нет. Здесь магазин второго. Подожди. Нет. Нет, там высасывание маны у него. Там было высасывание маны. Это дизинформирует Р2-Д2. А у Товариена был... Мы дождемся объяснений Р2-Д2 относительно бутылки за 300. Потому что это важный момент. Товариен противокампактус. Почему на 300? На 500 же там хпшная была бутылка. Плохой девайс для кэша. Смотри, обоим выпал тот же самый девайс, который у них есть в арте. Ха-ха, кстати, да. Баланс. Ой, МК кидает болт, смотри. И кэш бежит назад. Он что, разведал, что кэш... А, да, там кодой переваривает. Ой, молодец, хавк. Да, все только что вы... Ой, подставляется же архмак. У него нет ничего, кроме... Ой, бутылку может быть даже телепорт надо брать. Телепорт надо брать, телепорт надо брать. Ой-ой-ой-ой-ой. Он вообще фуловый был. Там два свитка, бутылка. И тп out. Гранд, шаман, ой, умерло под конец. Очень много орка. Увы. Но потеряли, разменяли на героя, в общем-то. Окей. Но тп еще, конечно. МК зато четвертый стал. Вот я даже не знаю, может быть, это плюс хавк разменялась. Не специально, но... Я не знаю, кто есть про говорит, что иногда даже хорошо, что первый герой умирает у Хумана. Ну, Хуман какой-то прок, говорю, именно вот так, что первый герой умирает, но зато МК быстрее прокачивается. Сейчас у МК проблемы с маной. Выкупается в архмак здесь. Почему МК дома не восстановил ману? Он даже реген не купил у себя. Можешь, копил деньги на архимага. Может быть, но... МК можно потерять, у него ничего нету. Передается РТП, хилбот, передается. Фокусит СМК, у него и хилбот, хилбскролл. Таурен у него полностью заканчивал. Выходит классный мотанкинг. И очень вовремя ополченцы прибежали. Да. Спасибо, гостеслав. Хорошего настроения. Хэш потерял очень много юнитов на этом. Три Гранта, я вижу мертвых. Или это два Гранта и Шаман, да? Где? Я не вижу. Грант, Грант, Шаман. И Шаман, да. То есть 400, 525, 535 золот. Ну и всю ману на героях, конечно же. Чем дольше идет играть, насколько я понимаю, тем... Или как? Кому выгоднее прокачанный второй герой? Таурен и МК? Оба, наверное, наравне. Я бы сказал, чтобы, ну... Потому что и тот, и тот очень плотный. У МК маны больше, чем у Таурена. Из-за девайсов. И девайсов все-таки мне больше нравится. У Хавка. Кольца защиты. Плюс 6 в сумме. 40% редакшн. Это очень плотный МК. У Таурена только, ну, юзабельные девайсы. И плюс 3 к защите. То есть, так. Ну... О! Но зато в Want of the Wind выпал. Это самый лучший девайс на той позиции. Мое мнение. Там Book of the Dead выпадает. Камень маны. Камень жизни. Но в Want of the Wind в правильном тайминге заюзаный. Это топовый. Самый топовый девайс. Кажется. Да. Но в битве, например, лучше намного вот этот циклон. Потому что против профессионалов, ну... Хилинг Вард живет недолго. Да. Ну, секунды тоже можно диспелить, но... Да, но это именно по таймингу его делаешь. Когда ты кто-то должен, типа, заюзать хилл скролл. Или тп, чтобы не заюзал. Именно вот... Ты вот эти секунды выигрываешь, которые очень важны. Плать фандеда, это вообще супер топово, например. Ну да, там можно вообще героев развалить. Только на деку делаешь все время, и все, и он не может... Сделать этот... Коилл, и все. У кэши выход из лимита. 56. Хавк, у тп. Угу. Проверка связи. Связь нормально, все хорошо. У меня до сих пор нет противника. Учтемся. Не, ну я смотрю, как Хавк играет, учусь. Он все-таки молодец. Хавк, молодец. И кэш. Учу. В то время до пятого сейчас дотянет кэш. Ему, наверное, даже не стоит убирать фс в такой ситуации, да? Или стоит? Вроде притык нахватает. Не, не, надо брать. Писся 48 надо. Вот лишнего права. Вот сейчас, сейчас хватит, да? Ровно просто. Четелька в тетельку. Пятый кэш. Пятый кэш. Ну, это все-таки зависит от кэши Ахавка. Свет, я не понял, куда. О, опять Хавк выпал Кристалл Бол. Его любимый артефакт. Да. МК в инвизе, такой он опасный. Да. Но зря Хавк хает, типа, у него, ой, не поднял силу. Типа, плохие девайсы, мы всегда выпадают. Плюс 6 инта, 200 клетки, 2 кольца, это нормальный топовый девайс. Ну и этот, как его, Кристалл Бол тоже нормальный. Таурин тоже в инвизе, смотри. Его можно сейчас Кристалл Болом подсветить. 2 праца. Да, минус Шаман. Ой-ой-ой. Кэш, 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 зацик, рак, третий. Стоп, у него третий молоток, а не третий клэп. Третий клэп. А, третий клэп? Да, третий клэп. Да, минус СХ, это... Минус форсир просто. Все. А что? Ну, это МК, это... Видишь, он... Но стоп, смотри, какой-нибудь. Да. Ну, МК намного быстрее входит ДПС. Бах. Все стоит, кроме одной сорочки. Да, да. Не, ну, стоп хорош, да. Но в данной ситуации МК и клэп, и болт минус ФС. То есть у тебя нет шансов ничего сделать. Пуф, опять клэп. Ну, Туурин хорошо там пытается. Один развалит. Да, он. И у него девайс еще топовый. Ну, там МК живой. Есть еще. Уже через него не пробиться МГГ. Ну, первая карта вроде. МК, МК. Да, МК очень пот. А что делать против МКИ-то? Ничего, я всегда жива. Ну, а здесь серьезно, какие там варианты? Виверн, может, там я забил, пытались люди. Когда тайминговый выйти. Да. Нет? Не получится? Ну, это, может, единственное, да. Нормальное такое. Сказать, почему против Хавка не играет Блейдмастера. Ну, сейчас мета такая, в общем-то, что играет всегда Барсика против Хумана. Хотя, мне больше нравится. Блейдмаста! Есть кеймнейм? Да, скорее всего, будет такой же Хавк. Ну, Плис играет. Только без опсов. Коронавирус, альфа-карту сделали. Варкрафт. Да, я тоже. Так, агент Дебаггер, Хавк Кэш. Квест еще живой. Ну, Башу, Дженни Кейт, что-то ГВ. Нейтрон с Купером. Сейчас должны уже играть. Плис, Джей Дарк. Ну, и ты ждешь все еще своего соперника. Что-то не очень долго, уже больше часа. Я надеюсь, они хоть играют. Карты у них Долоран, НИ и ЦХ. Все три карты, которые вообще, ну, хрень. А ты с кем бы хотел из этих сыграть? Я их, если честно, обеих не знаю. Убеих. Окей. Так, ну, что там, Хавк-то? Игры я не вижу. Может быть, на стриме у Хавка подсмотреть кейм-дэйм. Пошел смотреть. Кейм-дэйм кэш. Так, и кэш. Можно было догадаться, если не Кавк, не Кавк. Что он без опсов создал? По-моему, сейчас он без опсов. Пересоздает. Да, создал сапсами. Как удобно, конечно. Ой, ладно, у меня уже ее нет в этой игре, бля. Wasn't found. Ты в игре? Заходи, да. Угу. Пипец. Так, один из них покинет турнир, учитывая то, что сингл именейшн, пассива нет. Ну, пока что топовые игроки. Да. Пока что Хавк ведет. С счетом 1-0. Давайте закину я ему счет, правильно. И вроде карта. Да, не вроде, а 100%. Так. А карта этого, как он называет? Чья? Кэша. Потому что? Ну, потому что он ее выбрал. Логично. Ну, а что здесь хорошего для орков? Ты как орк. Вот как орк. Что тебе в этой карте нравится? Я эту карту не играю. Понятно. Хорошо. Ну, давай тебе слово, я сейчас быстренько чаек себе бахну. Потому что надо, надо взбодриться. Так. Кэш против Хавка. Ну, пока что пазовый, стандартный. Билд? Я немножко отвлекаюсь. Потому что... Скинули очень красивую фотку. Как за меня болеют. Очень. Прям вух. Вот. Ну, под Кэша та же самая стратегия. Барсик тег через один Буру. Хавк тоже без башни играет. Хавк. Смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим. Я, кстати, чеш чуть поменял стратегию. Строить Буру. Может быть потому, что он будет сейчас крепиться. сокол ты подкурин да нет я нет ни в не хочет хавк разведывает футменом кэш базовую 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 точку крепит разведочка проверяет от едва без магаза до т2 ну стандартно так это еще контакта не было до никакого капсул привет нет привет капсул кэш крепится и в это время хавк уже был готов и прибегает на дочери он говорит тут хум тролля не может купить начали что кстати верно абсолютно и для барсика это хороший плюс а кэш барсик очень уважает ой ой успевает вот тайминг вот это контроль учись ой можно можно потерять нет кого но у гранта вы окружили кэш хочет лас хит сделал делает лас хит успевает в это время волка то пошли на элементаля до странник поддержал ваш духа странник слаб поддержал горючей духа странники захватывают кэш таби элементами он лишь крикнул просто из-за этого прошел вперед плохо парсик на последних соплях на стране качество нас вычислим кто там в чатике пытался захват произвести правильно говорить не просто резервирует бирус барс красиво а нужно было ты больше в такой ситуации ли не окей но я отдаю всегда первым то есть вне зависимости от того если тебя 2 или нет вот не в данной ситуации это самое начало игры то есть ну я не вижу смысла телепортироваться без жизни у него на еще магаз недостроен вижу быть терял очень много времени сейчас у него по таймингу также выходит герой с полными жизнями как тот магазин достраивается хавк крепится с элэсом ой минус один волк будет пытаться не считаю вас до грантами нет не успел там одна жизнь жизнечко осталось упекает хавк но у него сейчас отличное преимущество поймали все . еще сейчас 1 да ладно гранта кружил украсил контроли шашка хавк разошелся че-то не гранты у него такого такого дпс нету они не убьют бедные гранты маленькие несчастные 700 хп ну и вот окружили его 420 сейчас бы еще форсир да ладно было красиво бы там чуть чуть не не хватило по окружению до хавк что-то настроен на победу кажись армию игрока атакуют этом не думал туда пытается элементаря добить футы уже рядом чтобы сделать восхит да без шансов вообще а вот грант на не было видно что сверху дырка не доконтролил немножко хавк в этой ситуации чуть-чуть волки забегают башня уже достроилась сейчас был баг который фрифош педи если посмотришь на базу хавка при появлении ментов так и да не вот подходят ну когда раб подходит кратуши так и превращается в мента именно в эту долю секунды юниты которые рядом с ментами стоят они телепортируются от мента на одну клетку вот сейчас это было видно что волк который который вдвоем типа зажали этого мента и раз вы поднял ясно ну что спасибо blizzard нам за это будем адаптироваться 3 архмак хочу предсчатки не взял танки оставил ту ренту же выходит крепится фс сильно отстает от аэма по понятным причинам его там разок окружили второго отогнали архмак еще хоросят смотрю бесячи то урен только-только за маску прожал приходят сразу отменяют себе не ну хав прекрасно читает кэш он знает что он всегда то время на т2 приходит и ночи здесь второй уровень получить элемент аля можно сейчас сперть пружануть не хочет я буржу ну и криппин криппин большой на волой м кисть посмотрим что дальше будет по выпадает оба сейчас охотятся за жирными артефактами как там твой соперник определился уже сейчас человек кстати нет они точно играют от нас привет ну не ну раз они так далеко дошли они до этого же играли да скорее всего реально затяжная какая-то мега затяжная игра циклон выпадает пишем поднимает москва завязывающим не терять и что могли подробно грандер вы партии 2 кэш вот часть ну хавка все прекрасно артефакт 6 смотри какие классные мы отмана выпадают вот интересно он если в случае поражения и выпадает если кристалл болл он естественно скажет что кристалл болл все дела а в случае победы вот сейчас после этой игры он скажет что у него там амулет маны инвул все отлично конечно нет твой парсик бегает первый парсик без девайсов там с одной замазочки так даже чайником не добить и рискованно подходить сюда ну то время третий получит он 40 дает большая мана ему тоже выпала так что еще делает сил на гранта и подбегает так циклон очень вовремя ты видела нужно замахнулся прям в топчик и делает club все равно это последняя битва для кэша до товарен сейчас умрет просто если спиды включает у меня и удалось что забрать и нету лечение класс опять логнула трансляция сейчас уже скоро будет фулл мана шаманы умирают хил скролл выложил ману кидается болт в ту урена убивает бега г г г г г в чате напишу найс раз спасибо большое противник нет ни ожидая привет не это самое спасибо привет себе же от сокола так что же делать там это рефордж на ними это сейчас пищеварком на альянс не альянс очень топовый гибридж там не начнение жаловаться скажем так все хорошо альянс да тиран это не таковая цитата торки не хуже не ну в барак уснулся видел сейчас арки вообще ничего не могли сделать двух играх и при этом это кэш лучший арк европы так ну чё-то противник не готов ты говори тоже ждет нейтрон купер короче сейчас перенастрою ретрансляции потому что restreams лучше тв падает уже второй раз за сегодня три за язык отнес или придется под напрячься я думаю у меня язык отнет но я взял под напрягусь я постараюсь напрячься на свет включить пойду водички принесу сейчас подойду пацаны окей что друзья вы меня слышите наверно видите ну в смысле не видите но слышите если так я хотел бы объяснить ситуацию то есть мы пускаем поток на партнерскую ри и ри стриминговую службу откуда все потоки расходятся но оттуда ри стримы падают уже второй раз лучший арк европы это соколики спишь тренироваться написал черт лучший арк это кэш я самый прохладный согласен и еще топовый камерат поп g прикрыватель бобра прикрой бобра спаси его не в первый раз а подними его разок опер придет и всех убьет и топ-1 будет и весь все четыре хотелось бы я пока проставлю победу хавку там впереди еще много матч тг в живой нейтрон с купером играть должны близ с джей дарком кстати я могу на стримчике показать у меня такое есть так о я давай подрублю у меня тоже нет обожаете но моя то ладо и не добавлялся туда просто тыкнуть кнопку и буду стримить смотри смотрите за это можно сесть в тюрьму как называется эта штука это маска которая защищает защитная маска такого нельзя говорить такого нельзя маска через нее надо дышать ох она пахнет чем-то даже неплохо сокол не твой никогда женевская конвенция запретила пытки у вас компьютерный круг и клубы есть да я уверен есть у нас есть где я когда приехал в германию ходил в школу нас был порно-клуб компьютерный реализовался но он назывался компьютер-клуб а я сначала блок ну компьютер-клуб компьютер-клуб я-то думал сначала типа одну такой пятнадцатилетний соколик думал пойду поиграете потом интернет все такое захожу там сидят пушки такие принята и парнущика смотрят и меня туда выберли сразу сюда не ходи туда ходи это было это германии такое у вас было но они по-моему закрылись так уже интернет у всех есть а тогда это когда был 2003 год да как вспомним неожиданно неожиданно ой а если я еще поймешь я тебе могу такое рассказать как я с пацанами праздновал это мы новый год встречали 16 лет мне где-то было это вообще жесть одним словом мы по дну пацаны молодые и включили у него в комнате было компьютер с двумя мониторами потом телевизор и ноутбук и мы их расставили по четырем углам так и включили немецкое видео и общались праздновали там учили кран гола и смотрели это новый год и все дзынь дзынь и заходит его батя вы четыре мужика на пацанала 16 летний и сидим и кажется по свой это мониторчик смотрит просто и пьем и батя такой заходит в шоке я никогда не забуду этот взгляд такой боже мой найдите себе бабу пацаны такой взгляд и вы такие дали это типа стыдно стало я сразу такой неловкой вот и он зашел просто хотел нас поздравить да поздравить с новым годом а вот это вот так я встретил так это мне 16 по-моему 2004 год тогда я думаю ты скажешь так я встретил олю не думаю каким макаром топотом встретил новый год я понял там как вы смотрит игру ты говори смотрит игру какого-то андэда а это джонни кейдж против против этого против сюда и тишина который помнишь да это красиво ну вот может посмотрим конечно повспоминать по ностальгировать интересный момент и прохлада все дела но но могут не понять а тут вообще тяжеловато андэду пробить у него на базе проблему он не может отбиться хотя с первым дестройером будет попроще но четырьмя финдами подпушить хумана у которого столько же вышек вряд ли получится ждем там название следующей игры пока его нет видимо игры в процессе все и смотрим пока что за происходящим я пока что смотрю может чем появится геймнем не пишет вдруг появится классный отдыха есть геймнем дайс 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 и им внешне показывает уже внутри на все зашел на 50 баги быть они прокляты на очередной раз делаю стоп старт рейстрима но рейстрим с олег падает увы это плохо когда ем банан и вернуть что там тысячелетний сокол какой-то челлендж тебе скинули чёрт возьми сколько у него истории ой это только начало поверьте сокол ты был в паша в кёльне или в мюнхене это инфо информация не как-то не рассказывается но видимо и там и там был как бы раз ты уточнишь возможно о приз уже меня ждет даже да прям ждет плиз тебе ну он уже прошел то есть мне надо сначала отыграть с этими пацанами все понял я думал ты уже да тебе же еще нужно они уже играют час 15 ну теоретически возможно полчаса 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 ну там вообще должна быть жизнь так но это кстати пятый тур четверть финала а нет это четвертый тур ссори это следующее будет странник против флопокса флопокс эльф андет скажи какую-нибудь компрометирующую информацию о майке никогда вот никогда не спрашивайте меня меня сделать майкер уж как-то плохо не как никогда то есть не в pubg регулярно делаешь плохо да вот просить даже не ну да серьезно никогда и мы уже сделали выводы что во первых тебе за руль нельзя правильно почему ну в pubg потому что шансы отрицательные что там про духа странник опять бокс очень плотный кстати ты знаешь андера да да очень хороший в ладере встречался или что да и видел как он играет то то есть но он где-то ну как этот как шайк шейк чуть-чуть слабее и еще андет есть хороший стабильники такой шайк шейк еще один как его шадай шадай соколик зато летает как бог ну я же сок соколик зато в дтп не попадал недавно а то еще в дтп попадал по своей вине по крайней мере нет вот 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 никого не стукал только один раз столб считал но там прохлада была такая секундный дождь такое это прям как называется по-русски не так и да типа дословный перевод германии это сломались облака я тоже наверно уверен что в россии есть тоже какой-то это жарко ну не жарко на умолок вот это прям едешь все прекрасно и перед тобой прям такая стена падает дождя и я как раз находился в повороте и аквапланника я в столб влетел и потом опять тоже перестал то есть было секунд а ты кстати не знает нет не проливной папа фес это ливень это тоже не то речь идет о кратковременном дожде каком-то не очень много нет как раз наоборот типом много и сильно и долго а там прямо заряд дождя может заряд дождя что-то похоже и я как раз ехал в повороте и каждый день я там каждый день ездил с одной скоростью всегда то есть одинаково езжу и прям там я должен находился повороте и вода прямо сверху и меня просто опал в планинку и я пробно в столб осторожно опасный поворот ну хорошо хоть предупредили как по-немецки это звучит волкенпрух сломанные облака да вот и ровно прям я у меня фортик был еще ласточка хороший столько мы на нем заработали день ронни сразу прогуглил сразу скопипастил моросящий дождь ситный дождь косой дождь полосовой дождь грибной дождь слепой дождь ливень города вы купали ничего подходящего нет чего себе ну вот он только у вас да просто ливень кратковременно кратковременно и очень много то есть там на дороге хотя она иногда с наклоном идет на ней образовался слой воды уж внутри там простоте андеду не дают спокойно жить духа странник а купаль купальный дождь короткий ливень окатил водой и при и прекратился на скрыток купальный ну вот и скупался я в кувейте потом лежал капотом подо мной этот знак кювет кювет кувейт кувейт ладно пусть будет кувейт и уже не мог выехать я и прям перед у меня вогнулся то есть прям ровно симметрично посередине в столб этот ну чтобы его сбил и пошел к фермеру попросила меня с трактором вытащил я поехал на работу на работе взял лопату бетон приехал на место аварии закопал закопал этот знак поставил его стоял и вот только в этом году поменяли потому что он уже состарился страх не получил да да потому что я все починил то есть если бы я его сломал это было бы это как сломал и не починил как называлось у вас тоже скрытие с места дтп а так и не было из т.п. так было дтп но не было этого добыла того кто кто был столб в минусе но столб это закопал еще не дошли до защиты прав столбов очень хочет закрепить эту точку тут скелет рядышком арчи уже рядом непонятно что рассчитывает д.к. без ущерба без ущерба я все починил лопаточку все да 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 ох а вот нога сейчас может зайти просветочка сразу съедают арчу первую можно делать что что именно делать кому ногой надо что-то делать потому что надо надо спокойно убиваться дейтерс спасибо кстати кстати на гербе кювейта есть сокол кувейта так что может быть он не зря лоббирует это государство регулярно ой а нога то немножко рискует вот если бы сразу начал блочить то сочетание с аурой вот так оп 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 это минус нога бокса нога у нас ауры на хоть чуть чуть быстрее двигать чем нога аура м на куэрл а вот это было бы конечно красиво койл правильно ты повесить надо можно остановиться просто это машина но уже нет но до этого можно было хочу попокоил кстати можно уже выкидает уже минус тп что он ул и нога минус она будто пофиг можно ее даже отдать там второго героя нет экспо никто не получит она и так уже пустая как раз в таком случае она не нужна ты прав ну все бля меня ванда это дело старт отличный проигрывал проигрывал этот хоп второй герой минус главный герой минус сокол в меня это зимой перед рождеством мужик врезался в переднее правое крыло таксист не посмотрел зверкало при пристроении я улетел в другой авто минус фары крылья и бампер долго занимался любовью с этой страховой но весь ремонт выбрану если ты не виноваты страховка должна выплачивать ну как я знаю то есть должна ну либо ремонтировать сейчас большинство перешли на ремонт поэтому там не все так могут быть проблемы у нас по всем случаем которые были проблем никаких страховая нормальная выплачивала всегда самое главное фотографировать и вовремя сообщать не ждать там бывают же люди ой типа давай потом сообщим потом сфотографируем потом туда-сюда давай мне надо уезжать везде я думаю такое есть сразу перёжи достаешь у всех есть телефоны фотоешь и все берешь контактные данные если надо вызываешь полицию или вызовут если кто-то не в состоянии вызвать полицию после аварии ну флопокса все прекрасно а т3 у ночного эльфа армию игрока так да дима кстати второй можно ему было кинуть койл коче флопокс экономит кайлы да это странно сейчас опять бор может получить а так бы он 2 кайлы кидал 2 койла но сейчас успеет второй на самом деле благодаря тележку должен да если бы тележку поближе поставил она крепится да сейчас уже есть мана хорошо почему сейчас на развороте димку не хочу этот чайник и койлы минус да главное форки там достать и все ну ну это лжи замах был ну как я горю с этого о еще лично все это херафокус но все дима вылечился флит и мегаси выпадает хорошую армию так как у меня там мой духа странник не готов майкер выруби его уже по игре не мы все по игре кто где-то и где пишет алтек так как же быть то как же быть да ладно пусть так а нету арбы дима наверно сейчас купит дождет денег она 325 же стоит вот купил стране молодец но у флопокса все все шикарно он делает еще одного обмене еще на счастливого молочника нога почти 3 это будет сейчас скрип джек он успевает но дима получает третий уровень на изя получает на свеженька то ему не нужно да для эльфа все очень плохо койл нова корня на тележку это крайне странно крайне учитывая что там плотный этот дк который был рядышком ему также можно было прописать берн сейчас не прописал почему-то кажется недоконтроливает волнуется сейчас не прописал опять же на развороте мог несколько раз уже сейчас но есть хил выключился сейчас можно опять дима попробовать все есть для этого инвульчик вовремя манабер хороший на на густав на медведя став она дима уже и а то надо будет делать один раз так сюда должен медведь жив а можно новый его попробовать добить раз и все бутылку почему не сразу то ее мое дима теперь мне дпс тут осталось совсем немножко без проблем он справится минусует просто юнитов и сейчас дима минусует у него есть хилпот но на кулдауне нога не получила третий левель гг без без гг левает выходим ну так после потери там героев по центру стало понятно что немножко немножко эльф недоконтроливает немножко недоконтроливает причем у него димка то было вроде как второго уровня с телепортом то есть его надо было спасать даже ценой телепорта блин как мне быть я уже только что лео до полтора часа самая слопочная часть у вас кстати ну да и сари мне потом играть и потом еще близом или я или please это очень-очень-очень-очень долго ринфорс один-один будет ушедаем джонни шадай соколки с призем играть дорогу с мне еще играть с другим пацаном может у меня сбреет прежде чем please меня сприть так что кто знает все может быть все может статься машина может поломаться ох там шадая шестой лининг хавк да да есть кей давай агент хавк у ну хотя это мирор будет на исчезнет в другую зашел конечно другой нет купер уже выиграл не трона 20 ну не то чтобы ожидаемо но ему вполне это по телу залетайте меня пишет хавас южным опасный стрим посмотрим таки в тгв ждет еще ринфорсмента или демона там говорит тгв тгв купер будет играть это как еще долго еще ждать этого даже он же еще должен также как и у меня кстати там долго длится кстати я починил теперь у меня донаты читаются знаешь как как боже упаси я включил microsoft edge как браузер значит в микшере в chrome это самая у меня firefox ну значит firefox и что-то там заблочил я на гигаем гнал-гнал-гнал-гнал оказывается у тебя с браузером к это беда нет это гудгейм то есть мир он он не хочет читать у тебя фарфоксе да в edge зачитал а в фарфоксе не хотела почему ну потому что у тебя на наставлены плагины каким заблочил там что-то нет у меня все выключено все выключено у меня от блокерс включен на дегатив то есть каждую секунду когда я на битгеме я плачу по рублю чтобы поддержать за такая штука есть а почему они нам не платит там держит вам не приходит деньги да ладно кому тогда это все откатываю смешно с обманывают тебя обманывают а я вообще не понимаю как так получилось ты мог еще в микшере громкость у меня есть противник да пошел слушай я тоже пошел чем не альян смотреть я пойду лучше посмотрю как ты будешь страдать хорошо тем более хавстрелит поехали гимны голосую голосу я пока я быстро вышел слишком пойду хавка посмотрю со стороны так пацаны они давать я лучше досмотрю вот этот матч а также их родители тадо 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 прохладные истории тадо 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 услышать не хотите ли истории восхищаются твоей игрой против того орка теперь я бы передал тебе эти 100 рублей но не могу но не хочу вот а в это время мы видим как герой 554 5 архмаг 5 мк и 4 паладин ну да там присты если есть то разница действительно как мне уже пишут так не отвлекайся черкай карты давай создавали написали именно вот это чатиков а то соски проколю сейчас офф ну я пока что еще голосую сокол рви ящу пискну поэтому виктор цорин спрашивает у меня криптовалюта есть зачем мне криптовалюта у меня вода валюта есть ох какой хороший фокус парк могу к сожалению не хватает а кстати миш пока сколько есть где-то десяток биткоинов да вот это кстати вторая да получается игра шадая против джонни кейджа ну и джонни тут явно выигрывает играет челы которые на лаги в масле топ 3-4 взяли до палочи хорошо бахают став на него что с этим делать сомка там раздаст маны нет инвол выпивает те же можно и мк потерять в смысле дку дк инвол минус мк став минус лич ёпрес это да гг массовый телепорт жесть у них там потная была игра судя потому что как нычек не оставалось юнитов не оставал ну только те которые производства то есть нет последние юниты и все на героя все на контроле но став и паладин это конечно очень помогает давайте посмотрим сейчас наверное на хошка немножко посмотрим на хошка чуть-чуть а потом пойдем болеть за соколом потому что опачки это что такое у нас агентовского аэма окружили у аэма судьба в смысле у агента судя по всему даже экспанда нет но он выступаетесь в роли агрессора с архмагом 3 левела скроза бист есть ну скроза бит на 1 . он за забрал просто хавк даже разведку не делал на экспант это значит что скорее всего он точно уверен что там агрессивная м ну что там нет экспанда гимна им сокол горят ждут самое время самое время заходить у сокола этот матч против кто там эльф в результате зондер нежить а следующий будет плиз ну если соколу удастся выиграть андеда мы видели уже одну наверное самое интересное вот я конечно предвзят но на самом деле нет то есть если игра не интересная то я не буду делать вид что она интересная вот но у сокола именно вторая игра была на данный момент по моему мнению самый интересный из всех что мы сегодня смотрели там была игра с одной стороны против орка другого но в ней была осада базы которая длилась почти всю шахту то есть пока вот работала база все время длилась эта самая осада вот и вы не хватало всего там ресурсов не хватало герои часто умирали контроля было много окружение всяких в общем интрига была конечно да ну кто кто застал этот матч его безусловно заценили тоже так ну хавк сейчас проверит экспант мне просто любопытно там x вообще как ставится или был поставлен уже скорее всего там сейчас криппинг идет не даже криппинга нет ну понятно тогда тогда хавк ориентировочно 10 с агентом потому что потерю него на отбивание экспанда было совсем немного по сути ему сейчас нужно наверное не пассивно играть прокрепиться там до 4 и постараться отбиться от пуша с вторым героем с кастерами и все и будет все хорошо ладно вы можете хавку ну либо параллельно открыть либо включить там мульти гг я пойду с вашего позволения за соколом понаблюдаю карта эхо айлз его противник андент сандер сандеру сейчас еще разок и зайду посмотрю с с кем он с кем сандер играл undefined классно undefined а я нажал на когда еще не успел прогрузиться понятно давайте посмотрим какой он но не в самом низу он твистер убил это эльф ну неплохой и убил еще одного эльфа не знаю его твитми первый тур у него был халявный ну что какой там чат гл хф хф дк первым героем здесь blade master да и противник андет но я просто никнейме не знаю там должен был быть либо эльф либо андет и вышел андет если сокол горит проиграет у андета станут имбой да ладно андеты всегда были имбой ты уже придумал как сокол успокаивать будешь ну посмотрим его нечего успокаивать если он проиграл но отыграл отлично то есть после таких игр не остается неприятного осадка только только сил силы уходят может быть какое-то расстройство относительно общего результата но обычно если ты ну если ты старался если ты сделал все что мог чё там сильно это переживать без конца в цг андеты брали и тут они как раз редко брали в цг только один раз насколько я помню лимей говорит почему сокола можно с снг нет лимей все куплено вот я понимаю что этот ответ может не устроить но просто все куплено ты же понимаешь ну вот если бы с тобой стримили играли в паб джипы вечера вот общались бы непринужденно если бы в 2008 году в кельне дождливым вечером то могло быть все по-другому как сокол так далеко прошло он тренируется варкрафт нет выбивает артефакт простой парень с именем хайнрих простой русский парень продает тот же артефакт и пошел замазываться замазался от тролля убежал и от тролля убежал и от пеки убежал неплохо кстати крип джек на сокол и получилось такое спонтанное окружение со скелетами 3 сер клетки тоже весьма неплохо либерит спрашивает а следующую игру постримить в последнюю кейджи подвергнутся унижение неизвестного андэда там у них счет 11 и игра очень равная я не уверен что твоя информация достоверна лимей говорит к больше на лимей я попытался перевести в шутку твою претензию но вообще у сокола двойное гражданство у него есть российский паспорт несмотря на то что он живет в германии и соответственно играл варкаут больше в германии но у него есть российский паспорт и формально он может принимать участие в турнире про нацизм ты конечно куда-то тени туда уже понесло что называется sense the tone можно же было сарказм то прочитать они агриться дальше у меня тоже есть российский паспорт а что ж тогда не участвуешь читай правила выходит сахар город в осаде армию игрока даму ставится база но на тут же палится зондером и он ее отменит судя по всему внутри финда дк до блэйд знает что бегут отменять но а что он сможет сделать до 3 блэйт до саха неподалеку но саха занят гранты биты а блэйт один в поле не воин хотя нет бежит цеха старается ой это может быть хекс хекс неплохой на деку ой критулечка нужна айкрит спас он реально спас и гранты живые и минус тп и нычка жива айда сокол айда царь просто царь удивительно удивительно правда мы тут горим немножко выделить бы время чтобы армию игрока такую секундочку понятно просветка очень битый дк вообще такого можно и крип джек но даже несмотря на просто армор и кажется сокол собирается это сделать тыкает в коня конь убегает не туда сетка на коня сейчас хекс на коня будет где хекс хекс пошел на коня скрол спит врывается блэйт и конь 3 умирает айда сокол еще лича хексит сетка откатиться должна была одна сетка о знаменитая орковская тактика просто минус героя гг сколько времени прошло где-то минут 7 прошло есть 8 8 с половиной минут ничего себе тык в коня да тык в коня это это известная тактика не ну конь сам виноват во первых он пришел пришел отдался раз окружение минус тп потом отдался 2 минус тп а когда в третий раз пришли он почему-то в сторону орка начал отступать и это было очень странно то есть у него был вариант декой увидев что и летит орк побежать на север в сторону своей базы ухо он побежал вниз просто вниз да удивил удивил ну ничего зато please будет быстрее там все будет за что банал лимею но он в национализме вообще обвинил я думал что его раньше забанят ты не читал и хиру мазда он чуть нашего штирлица не раскрыл да цокол никогда еще не был так близок к провалу так кажется я слышу шуму на на заднем фоне алло нет нет показалось 3 и поддержка на за сокол за рту сообщает за сокола за рту давайте болеть сильнее почему у нас варик не на первом месте что сделала сокол 2 спасибо геймным сокол 2 карта last refuge хелс гри драссе пришлось даже ком включить чтобы за то есть и на на мобильном да да с мобильным там не побанить удобно и вообще не побанить но через положение точно нет на через мобильную версию наверное можно но не удобно о если вот не не темненькая понятненькое понятненькая но с такой поддержкой Я пропустил, кстати, фанатку Сокола. Неплохо. На тейку смахивает. Да нет. Да нет. Она губки еще так бантиком сделала, что не это самое. Не... Да я в курсе, что это она. Да похоже, говорит. Да похоже. Давайте Оля отправим. А давайте. А давайте. У меня, кстати, нет контакта Оли. А нет, у меня есть скайп-полис, с которого Сокол заходил, мы с ним созвонились. У меня есть контакты Оли. Отлично. Ну что, на счет 1-0. А Соколу действительно надо в этот флажок поменять, чтобы не агрить. Темный ткач его фанатка, инфа сотка. Темный ткач. Счет 1-0, но мы смотрим на ты. Понятненько. Что? Ну, ребят, это киберспорт, понимаете? Если вы там чемпион Германии, то, конечно... Конечно, все. Все дороги открыты. Так, ты водорода или фотколи отправим. Так, окей. Здесь снова Блэйдмайстер, но Сокол отлично отыграл Блэйдом в прошлый раз. Не умирал, подрезал, убивал. Тыкал в героя, когда надо. Когда не надо, тоже тыкал. Но, оказывается, надо было всегда, и он всегда тыкал. Только вот черный треугольник, это не видишь, как кусок фона. Что? 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 Блин. Серьезно. Это фон. Да! В такие моменты задумываешься. Может, надо было челленджер от Росбрейна брать. Владер покатал. Бывает. Выпало кольцо, но уже в который раз. Ну, хотя в прошлой игре там серклетки были. Но Сокол от кольца не отказывается от первого. Оставляет. Доктор, откуда у вас такие картинки? Да, хороший вопрос. Плистом говорит, надо было Овк, и я тебе говорю. Да, да, да. Плист, ты оказался прав. Ну, как ты, готовишься в случае победы с Соколом играть? Может, еще не поздно? Ну, не знаю. Может, не поздно. Фуфанта покатать никогда не поздно. А ведь там могло быть написано Майкер. Ну, могло, но недолго. Как бы до тех пор, пока эта фотография не попадет в руки жены. Потом все фоточки прекратятся резко. Да, говорит, нервничаю. Если без шутки, он может выиграть. Но он говорил, что давно-давно, когда ты тебя побеждал. В конце концов, герой он минуснуть-то может. У орков в крови вот эта вот тема. Как только видят, потенциальную угрозу сразу. Икс, е, в. И через шифт такие. Побежали, побежали. Отлично, можно огра под это самое. Что с лицом Мауартеса? Да, блин, я не заметил. Зачем ты акцентируешь опять внимание на то, что у нас баран... Ну, скорее всего, причина поражения вот именно в этом, в прошлой катке. Ну, прям реально контроль. Это мув, удар, мув, удар. Как про. Просто как про. Армию игрока атакуют. Перекладывает артефакты. Серьезен, как никогда. Интересно. Ну, он может, во-первых, отменить. Храм Проклятых сразу в Банши идет. Начинает отменять Темпл оф Дэмд. ДК получает прекрасный артефакт. В это время грунцеры еще подкрепливаются. Молодцы. Вот я не знаю, мне казалось, что все-таки Слоттерхаус-то пополезнее здание. Может быть, там прогресс был повыше, его сложнее отменить. Кажется, в Темпл оф Дэмд 900 хп. А нет, 1100. Ну, поменьше, там 1200-1100, небольшая разница. Может, он подумал, что Слоттерхаус ему будет сложнее эту поотменить. Армию игрока атакуют. Так. Рестарр говорит, немного офтопа, случайно не в курсе. Там скидки на рефордж нету, а то винду переустановил. Не успел Близзард еще поставить сразу на ГГ. А, нет, я не слышал ни про какие скидки. Вот, ну... Может, найдешь? Армию игрока атакуют. Хороший артефакт, конечно. Очень хороший. Этот амулет маны прям шикарнейший. Третий ДК уже. Подтягивается Лечевочка. Большие обсидианки. Хорошая связка. Очень хорошая. И Блэйда нейтрализует. Не полностью, но третьего Блэйда он... Миссы дебафует. Начинается сражение. Три Финда. Четыре Гранта. Скролл Спид. Пошел. Попытка убить Финда. Хекс на Финда. Блочит хорошо сверху. Ой, какой Койл. Фрост Армор очень помогает. Ну, опять у нас... Рестрим упал. Он падает, кажется, вообще по КД. Спасает Банши свою. Очень битые Гранты отступают. Угу. Ну, Сокол вроде жив. Лимит еще пока у него есть. Даже периодически критует. Но у противника все еще. В запасе есть бутылек. Ой, вот это хороший. То есть это минус Койла, минус Финд. Битые Грунцеры меня очень смущают. Снова рестартану ретрансляцию. Ну, понятно, что на Ютуб надо будет загрузить локальную запись. Да, повторюсь, мы делаем ретрансляцию на Луч ТВ. С него уже третий раз до сегодня падает стрим. Это уже не первый раз. Решили в какой-то веке проверить, будет ли работать стабильно. И он не работает, к сожалению. На несколько секунд кратковременно дропает поток. Увы. Ну, я уже отписался с товарищем. На следующую трансляцию сделаем все по-человечески. У Блэйда артефакты подобрались хорошие. Но ДК по-прежнему, хоть и были там потери. Вроде как минус Баньша, минус один или два Финда. Но... Все равно лимиты сопоставимы. О, можно добить одного, можно добить второго. Артефакт стырил, сокол, хил ворды стырил. Хорош. Чепеско говорит. За это время успел глянуть соколика, как это же он контролит. Кстати, это хорошая тема. Давайте посмотрим, как от первого лица происходит контроль. Выманивает красных. Довольно ленивенько. Пока что стоим, ждем. Перегруппировались. Видите, чуть раньше начинаются у меня тут... У меня тут звуки. Выпадает... Хат. Ну, можно Блэйду передать, конечно. Там, в конце концов, ловкость есть. Хотя, с другой стороны, Сахе тоже ловкость. Плюс там Инта ловкость. Так что, скорее всего, Сахе надо оставить. Блэйд получает четвертый. И побежал куда-то там. Да, давайте я выключу звуки в игре, для того, чтобы они не сбивали вас. Музыку оставлю. А посмотрим от сокола это все. Так, есть уже Т3. 1500. Это скоплено... Сейчас Таурену он закажет на 50. Таурену закажет на 50. Поставит Бору на 60. Купит шкатулку. Поставит нычку. Купит арбу. Передает артефакты, чтобы купить арбу. Арбу. Нычка пошла. Таурена не заказал почему-то. Привет, опять куда-то уходил. Нам было страшно. Ну, я уже говорил сегодня, что идет трансляция не на Goodgame напрямую, а на Лучч ТВ. Потому что я в качестве комментатора выступаю. И это проводит Федерация компьютерного спорта России. И у них идет ретрансляция на несколько источников. Сегодня решили запускать сначала на Лучч ТВ, откуда идут рестримы. А потом уже на все остальные, в том числе на Goodgame. Но в результате сегодня третий раз уже, к сожалению, падает. Ой, хороший родный браслет. Ловкость вернули Блэйду. Надо на красную сходить справа. Вдруг еще живая. Не уверен, что Undead не забрал. Ну, уже договорились, что сегодня достримим так. Видимо, с обрывами. Ой, опасный момент. МПЛ, ЖК. Диспл. Контролит. Скрофспид. Хиллвард. Кадой съедает кого-то. Не съел никого Кадой. МПЛ неплохой. Блэйд нарезает. Нарезал. Хорошо. Опять Кадой заводит. Мисс-мисс. Съедает паука. Назад Кадой. Кадой-кадой-кадой-кадой-назад. Сейчас будет. Блин, он контролит ведь прям. Лечение. 49 лимита. Косарь на руках. Ну да закажись-то, пожалуйста, а. Ну да закажись-то, пожалуйста. Заказался только что. Еще одно лечение. Блэйд нарезает. Жук очень битый, кстати. Жук без... А, ДК-ману пропил только что-то. Продолжает давить. Еще одно лечение. Но лечение закончилось уже. Надо сейчас... А, у Сокола тоже есть бутылка маны. Ну тогда все по-честному. То есть это ГГ. Если сейчас не косячить... Там ДК, Лича, например, можно попробовать забрать. Инвол ему передается, видимо, нет. Нет, минус Лич. 2-0. Блин, молодец. Рейдер еще подконтролил, спас. Если б не мисс, то убил бы Баньши. Но это все равно Рейдера спас. Ай, хороший, ГГ. Молодец. Молодец. А теперь против Плиза. Да, теперь будет финальный босс. Плиза, который... Ну, во-первых, он... Позапрошлый Турик взял. Сокол, да. Сокол. Зачем АМШ против Орк? Не знаю. Не знаю. Там магического урона. А только от Спиритволкеров. По сути, там его нет. Не знаю, зачем он его делал. Баньши, в первую очередь, брались под... Под... Курсу. Естественно. АМШ диспелится? Не, не диспелится. То есть, АМШ тебе не мешает хекснуть юниты. Это не та АМШ, которая эльфов. Эта АМШ поглощает магический урон. Только ради Хекса. Хекс работает на АМШу. Андедовскую. Четверть финал? Да ладно. Сокол дошел до четвертьфинала. С ума сойти. А я... Блин, да надо закрыть уже эту вкладку. Так. А я... А я в него не верил. Сокол против Плиза. Ну, нифига себе. Реально он дошел до пятого этапа. Пятый этап. Плиз. Тут как бы Нитрон до этого. Джей Дарк. Отлетел. Ну, там раньше. Кэш отлетел раньше. Стыдно тебе, говорит Козы Рэвен. Ну, да. Немножко стыдно. Немножко стыдно. Есть такое. Дебаггер, говорит. Даже дебаггер раньше отлетел. Посмотрите. Да. Так, я тут, ребят. Хавка еще... Хавка еще очень долго ждать своего. Он первый полуфиналист, по сути. Блин, ну это реально долго ждать. Да, и он говорит, долго ждать, долго ждать. Майкер с ним что-то падает? У него интернет, он не грустит. Падает, падает. Не, аликс, к сожалению, нет. И? Брат фанат. Лох-ТВ. Нажми в браузере. F11 на стример. Да, я согласен. Вообще прекрасно. Смотрите, какой у нас замечательный сайт. Вообще адаптивный, красивый. Заходишь в турниры. Открываются турниры. Правда, сейчас, видимо... Нагрузочка хорошая. Сеточка. Смотрите, какая сеточка шикарная. Ну, сейчас будет тяжело с плитом. Красиво. Я... Просто красиво. У меня только максимум шансов. Кстати, в следующую среду уже анонсирован последний турнир серии Cheese Cup. Там Сокол настраивается. Спасибо, Свет. Много турниров, в принципе, самых разных. По Старику. Ну, Валорант появился только-только. И вот два турича будет. Один завтра с призовым. Скорее всего. С 20 тысяч. С 20 тысяч. Там пятнашка от организаторов. И еще пятерка от нас. Уже 70 команд почти зарегилось. Алхимик. Варион старичок продает. Продает. Про это самое проводит. Ну, а сегодня мы смотрим турнир серии «Играем дома» по Варику. 108 участников. Соколик живой. Вы слышите, как он настраивается. Валорант, будешь комментировать? Да не, как, какое. Game name, please. Окей. Game name, please. Game name, please, пацаны. Да я понял. Миша, передай. Горда, я слышу уже. Я все закрываюсь. Прикольно с низкой задержкой еще. Через 2 секунды узнаешь там, что у них. Одна четверть финала, пацаны. Одна четверть уже, а? 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 Пускай никто мне не верил, но я победил. Ну что, сейчас у него противник, конечно, дикий. Интересно, чей это смурф? Накер не вобрых. Вспомню, как я всегда перед играми хлопал. Живи пока. Клавиатуру гладил по-всякому. У меня были куча разных традиций. Так, давайте, наверное, сокола выключим. Если что, будем на него переключаться. И осталось только поставить счет правильный. Счет правильный. Блин, ВЦ-3 бустер еще подглючивает. Подвисит, что ли? Подвис. Первый раз, кстати, бустер подвис. Та-ра-тан-тан. О, заработал. Обмениваются любезностями. Но Плис сейчас регулярно тренируется. Настолько хорошо тренируется, что... Ну, вот он Соника выиграл, насколько я помню. Лил Ди Си выиграл. И кого-то в финале еще эльфа. Там три Мирора у него с одной стороны было, ну. Тем не менее, Плис регулярно доходит до топ-3 на онлайновых турнирах. Несмотря на то, что товарищ древний. Хотя, несмотря на... Как раз наоборот, если у тебя достаточно мотивации и есть какой-то бэкграунд, то, конечно, значительно проще заходить снова в игру, чем какой-нибудь товарищ, который никогда не играл в Warcraft. Очень плотненькая застройка от Плиса, как вы видите. Тут вообще не пройти внутрь, насколько я понимаю. Вот такая вот застройка, что не пройти внутрь. Здесь не пройти, здесь не пройти, не пройти. Ну, виспы, понятное дело, могут курсировать, но герои никак. Блэйд Мастон! Эми Винтерсон, я пропустил твой комментарий, сори. Когти выпадают козлу. Блэйд работает. Опять кольцо на старте Сокола. Да, вон, мы по стилю можем определить. Изи. Спрашиваю, как здоровье-то? Спасибо, что беспокоишься. Все, слава богу, пока хорошо. В России, конечно, каждый день мы бьем рекорды, антирекорды. По количеству заразившихся, по количеству смертей, к сожалению. Пик еще не достигли. Рост регулярный, процентов на 15-20. Ничего себе, перекупил артефакты для того, чтобы не досталось Блэйду. Красиво. Плис, перекупил перчатки скорости. Не то, чтобы они козлу сильно нужны. Да, спасибо. Вы тоже без необходимости не рискуйте, конечно, потому что... Ну, потому что это реально. Вон, товарищ этот, бурдыка из... Который гейм-шоу, который техлапс. 34 года ему было. Из-за осложнений, вызванных вирусом, умер. То есть, как только начинает это задевать твой круг общения, ну, то есть, или хотя бы какого-то, то есть, если кто-то из знакомых, то резко картина меняется. Мы десятки лет тренировались сидеть дома, тут не подведем. Это да. Тем временем, Соколик выбивает себе когти. Кипер весьма агрессивно, на самом деле, крипит. Выбивает себе бутылочку жизни. А Соколь рискует. Ой, рискует. Начинает с этого даже. С Кобальда Геоманта. Похоже. Покупает тролля. А он полностью собирается крипить эту дочку. Вот это наглость. Делает разведку. Плиз. Видит, что здесь творится непотребство. Сокол выкупает. А нет, не Сокол выкупает тролля. Плиз выкупает. Добивает. Слава тебе, Господи. Добивает мага. Замазывает грунцера. Уходит в виндвок. Но это минус тролль, скорее всего. И минус грунт. Коты уже бегут. Добить. Молодец. А то это был бы третий уровень. Вторая прикопка на тролля. Тролля тоже важно добить. Не добивает. Но здесь сложно, потому что по нему бонус идет хороший. И Сокол теряет двух юнитов. Увы. Ой, крит хороший на со... На соточку. Видели? Но там бутылка. Нельзя поддаваться. Нельзя сейчас бить его. Сокол понимает, что это может быть минус блейд на бутылку. И оно того определенно не стоит. Молодец. Ну, кто-то бы убился определенно в такой ситуации. Определенно бы убился. Армию игроков. Так, хорошо. Просветочка, скорее всего, да? Да, просветку выкупил. Блейд причем выкупил просветку. Хитер. Взял артефакт. Добил. Солдата. А, все, серпринт. Помню тебя. Спасибо. Змейки. Ну и нычка пошла у Плиза. Не, он играет сильный стандарт. Просто сильнейший стандарт. Очень тяжело. Соколика, учитывая убитого героя, то, что его сейчас крипджекать будут. Крайне тяжело. И телепорта нет. Это минус блейд может быть просто. Да, это минус блейд. Он пытается оболишем снять. 15 хитов нет. Минус блейд. Да, надо было его замазывать, конечно, сразу. Не знаю, почему саха вышел без замазки. То есть в тот момент, пока они крипились, блейд легко мог восстановить почти все здоровье. По нему никто не бил. Помудряется еще каким-то макаром подрезать арчу. Теряет, правда, при этом гранта. Блин, вот если бы блейд здесь был, он бы легко разобрался с этой армией. Ну вот если бы вот к этому добавить блейда, того зеленого, то... Да. Да, и скролл спит. Надо было брать. Согласен. Но саха вообще незакупленный прибежал. А там экспант. То есть, по сути, ты же должен пушить, собираться. И потеря героя в такой ситуации. Это мега критично. Игрока атакуют. Угу. Так. Что мы будем делать? Ну, понятно, что пока не вышел... Пока не вышел блейд, особо делать нечего. Но потом надо, наверное, забрать все-таки этого архмага здорового. И готовиться на лимите 50 пушить человек. Да, критится. Даже без блейда чуть раньше, чем... Лайфинг щилд. На шамана. Шамана уводят. Там свиток лечения. 40 лимита на 40. При этом не так все плохо, блин. Ну, хрустальный шар выпадает соколу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крипджек может быть. Сетка-сетка. Очень удачный момент. Очень удачный для сокола момент. Правда, сыху окружают, начинают убивать. Выталкивает. Прекрасная фишка лечения. Скролл спит и побежал. Да ладно. Снова прикопка на сыху. Падает кот. Плиз блочит котом сыху. Не дает ему уйти. Сыха второй. Сыха умирает. В это время еще армия отвлекается на... Ну, тут минус арча, минус тролль, минус кот. И еще минус один кот, скорее всего, потому что есть пурч. Но вот шаман тоже один наладан дышит. Ну, и там база работает, понимаете? База уже работает. Уже приносит профит. Хорошо блочит сокол кота грантом. Хотя это не такая простая задача. Отпускает, правда. Увы. Не до конца. Довел. Уже арчи появляются в армии. Ну и Плиз агрессирует вместе с тем, что... А, еще бутылка жизни есть у него. Да. Это, конечно, тяжело. Бутылка сейчас успеет передать. Большая бутылочка. Сыхи нет. Ну, две... Главная ошибка, что вот здесь он был не готов. Что он не закупил сыху. Что он не подлечил Блэйда. Тогда бы Блэйд выжил. И тогда можно было бы нормально посражаться. Вот. Ревыч просто завидует. Не обращайте внимания. Сейчас можно каждую неделю, если ты топ, по крайней мере, по СНГ, где-то по 40к поднимать. Только чисто на онлайновых. 40-50. На онлайновых турнирах. Не говоря же о том, что можно уже и в команду какую-нибудь устроиться, если ты действительно топовый игрок. Армию игрока атакуют. Ну, не сдается в Сокол, но отставание колоссальное уже. Полторы тысячи голды выкопано. И Сокол будет ставить свою базу. Да, это Бо-3. Тут, по сути, будет... Еще минимум одна карта. Когти плюс 6. Приходит пион. Ставить базу. Но тут не поставить базу хозяин. И он ставит вышку. Вполне ожидаемый ход. Перчатки скорости. Блэйд затарен. Блэйд четвертый. Цеха на этом получит ровно третий. Тре змейки. Все дела. Но как отбиваться от гопши? Свиток-свиток. Сова. Как отбиваться от эльфийской гопши? Его будет минимум плюс 10 лимитом. Герои по уровню такие же, хотя это странно, учитывая. Учитывая. Енота мочи. Мочи енота. Да, и атака от Плиза. По боевому лимиту минус 6 у Сокола. Пошли виспы. Хорошие. Блэйд врывается в арчей. Нарезает. Арчи протекшн. Блэйда прикапывают. Шаманов контролит, кстати. Ой, ну нет, Соколик старается контролит, видно. Подрезал Хантреску. Потерял двух Грантов. Гранта под Лайтный Щелдом заводит, но он довольно быстро от фокуса умирает. И отступает к вышке. Сокола 40 лимит на 60. Боевой лимит в два раза отличается. И поставить базу здесь будет практически нереально. Грамотно, Плиз, отошел, что вышка опять не работает. Иночку здесь не поставить. Блин, бедный Сокол. Вот такие моменты уже, да, уже жалеешь, что... Что он играет, что он страдает. Ничего, ничего. А, там 2-2 грейда уже? Ха! Понятно. Ну, не проходит бесследный экспант. Неудивительно. 70 лимита, грейда 2-2. Просто... Орда. Делает магазин. Даже если он поставит базу. Даже если он ее защитит. Все равно это будет через... Ну, еще 3-4 минуты. Ему надо как-то держаться. А эльф-то штампуется. А эльф давит. Как-то сражаться не ясно. Контролит блейда. Ну, там нельзя, к сожалению. Ох, смотрите, как шаман отлетает. Просто. Один залп и нет шамана. Там начало было неплохое, но 2 ошибки. И все. Грубые ошибки. Грубые ошибки. Даже алтарь уходит в считанные секунды. 45 лимит на 73. Уже принимается за мейн. Арчей. Они не помещаются. Этот полукруг арчей не помещается на одном экране. В старкапте можно было нажать Ctrl-W и убирался интерфейс. И можно, как бы, посмотреть на битву. Ох. А, там змейки вторые. Лечения первого не хватает. Лайч самолет. Пишем ГГ, выходим. Жалко, жалко. Какие комментарии? Ну. Да. Я диспелил, у меня, не знаю, или лак, или чего. Было... А, я помню, он не диспельнулся. Блэйд, у него 300 HP было. И не диспельнулся, вот эти 2 секунды он просто куфнулся. Я мышкой специально тыкнул, чтобы диспельнул. В этом виде. И он это не сделал. Ждем вторую карту. Да, 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 я согласен. Сокол все равно по исполнению очень хорошо. Ну, вот, если бы это был какой-то Василий эльф, да? Ну, просто ваш знакомый эльф Василий. Он начал хилить, блин, я его сразу заюзал, понимаете? То это один вопрос. Мы же говорим об одном из сильнейших эльфов на данный момент. Вот и все. Создавай мини-рагнарог. Он офигеет. Мы подключимся, поможем. Остемпл можно еще создать. Спорим, сейчас он не поставит апсов. Ну, и сработало не так, как я хотел. Что он вообще не думает? Сейчас прям быстро создавай. У нее пошел, смотри. Без потери. Ну, крепчек он не вышел. Ну, оп сначала. Так, нормально. Ладно, сокол. Почему он так лагает, блин? Почему не сразу поиск? Там можно было это просто сделать, как механика тролля. Просто надо было тролля в сторону перевести. То есть кликнуть, чтобы он шел куда-то. И диспельнуть. Да. Потому что у него анимация диспала, видимо, эти вот полторы-две секунды и отъела. Тартл-Рок. Сто лет не видел этой карты. Маркет Ван говорит, соколь специально уступил. Сейчас катнет эльфам изи два раза. Живак говорит, блин, вообще как машина отыграла. Масится и контроль от гриды не забыл. Да. Хорошо исполненный стандарт. Хорошо исполненный стандарт. Сокол на аватарке в этих же наушниках. На аватарке. Да-да-да, он любит эти уши. Нахваливал их. Ну там у них партнеры с Телссириес были. Это Саберия 2, кажется, если я помню правильно. Пикачуха. Говорит, добрый вечер. Привет, Пикачуха. Соколь участвует. Как ты догадался? Много игр осталось. Есть ссылочка, кстати, на сетку. Игр еще приличное количество. Интересно посмотреть на ТГВ против Купера. ТГВ, кажется, стримит. Мне радует то, что почти все топовые товарищи, да, ТГВ стримит, они еще попутно делают стрим. Можно Хавку посмотреть, Сокол и ТГВ. Ну и до этого, не знаю, может быть, кто-то еще пока не вылетел. Вот эти вот трое, по крайней мере, постоянно стримят. Гиспенс, перспективными, да. То есть перспективы есть у всех, на самом деле. У новых игроков их даже больше, на мой взгляд. Потому что неизвестен потенциал, неизвестен пик. Армию игрока атакуют. Кстати, странно, что кэш действительно не стримил. Потому что сегодня он стримил днем. Может, он на этот... Да, он, наверное, на турнир просто... На нетизе он сегодня только стримил. Может, на турнир он выключил трансляцию, потому что некоторых отвлекает. Ладно, давайте в игру. Классно. 2020 год. Good game. Стриминг уже есть. Турниры там, все дела. Альтабаешься, смотришь игру, не сразу понимаешь, что это как бы не в игре. Ну, потому что графон, Full HD, там 60 FPS, все дела. Альтабаешься. Ну да, здесь краски поярче. Классно. Хорошее ощущение. А раньше, раньше такое мыло. По Вахтиви, правда. Радио. Прикопка. Но прикопка не оправдала себя. Знаете почему? Потому что он ее делал, скорее всего, из расчета не дать Блэйду собрать артефакт. Хотя даже в прикопке, если ты находишься в шаговой доступности, ты можешь тиснуть артефакт, достать просто до него. Правильно говорить. Давайте действительно поболеем за Сокола, потому что ему реально тяжело. Он проигрывает 0-1, несмотря на то, что показывается другой счет. Он проигрывает 0-1. Сейчас. Оп, правильный счет появился. Противник у него серьезный, и даже если он затащит в этой катке, и вам там типа станет... Вы пожалеете, что поболели за Сокола по тем или иным причинам. Будет же третья, в конце концов. Решающая все дела. Очень странный криппинг. Прям, я не знаю, может быть он делал... Это не криппинг, это скорее всего он думает, что Сокол будет... Нет, это криппинг такой. Не, я думаю, что он просто раззадоривает Огра для того, чтобы тут накидал Бладласты. О-о-о, классно он его. Очень долго не выходили остальные, это круто. Амулет энергии выпадает. Сокол тем временем добивает мелочевку всякую. Принимается за черепашек. Мугул хитрый зовут его героя, а тут козел. Калифакс. Кали... Калифакс. Так. Ничего себе тролля будет выщелкивать? Неплохо. Смело, с двумя-то грантами. Ну, понятное дело, что бьет Блэйд, пирсинг на себя. Начинаем с зеленых троллей для бонусного урона. На первом удар Блэйд наносит. Блэйд наносит первый удар. А, он ждет регена, потому что слишком... Все, потери по времени. Да, Блэйд первый удар. Ретаргет попробовал Грунцер сделать, но вот этот роль 6 уровня не такой глупый. Вот, он умеет ретаргетиться обратно. Иногда. Не знаю алгоритм, по какому он. Иногда переключается назад. И Соколь пытается... Ну, уронный наруч и ненужный артефакт. Ненужный. Ненужный он. Понимаете? Вот бестолковый. От прикопки главное не урон, а дизейбл. Ну что, у тебя герой ничего сделать не может. От оситки, да, есть урон, но он ауешный главным образом. И там тоже минус армор, это часть с пыла. Поэтому уронный браслет это беда. И сейчас могут еще Грантов подрезать. И подрезает Грантов. Третий козел не оставляет шансов от первому Гранту. Коты не оставляют шансы второму. Блэйд пытается не оставить шансы козлу. Беги! А, нет, там какая разница, там же Мунвеллы. Халявая, ушастая. Блин, как же он ушел в винвок по красоте. Ну, минус два грунсера на один телепорт. Не везет. Туфли ловкости. И Плиз принимается, судя по всему, за магаз. Магазин и хорошая разведка на всю игру. Сторожевой оберег, который ставится. Не диспелится, не уязвим, не видим. И светит все вокруг. Пшиктус. Явно поляк. Тогда был бы пшиктус, скорее всего. Ну, добил, взял, амулет утащил. Давай, соколик, давай, мочим. Я не знаю, почему. Маловероятно, что он выиграет. Но подрезал хорошо. Хорошо подрезал. Амулет энергии. Амулет. И добил еще... А, может, не добил. Пшиктус. Так он что, пушить идет, что ли? Четыре кота, арча, два героя. Не, ну тут армия сопоставима. 40 лимита на 38. Соколика даже немножко больше. Ну и, конечно же, эльф ставит базу. Рунные браслеты оставил. О, сова. Можно подрезать овиспа. Отлично. О, а. Черепаху. И начинает отзонивать этими вардами. Хорошо. Хорошо. Так, может, тогда тайминговый пуш еще организуем на экспанда, которым ты точно знаешь. Давайте что-нибудь полезное. Мощное зелье, маны! Мощное! Осталось только сыху третьего получить. И вообще изи будет. Только как? Сыха второй. Даже если полностью эту точку крипит, третьего не будет. Сокол слушает стриммайкер, а Миша подсказывает. Но все равно Сокр слетит. Ага. И при этом еще Сокол делает стрим. У него включены звуки из игры. Он еще подкаменчивает периодически. А вот только что ты дискредитировал владельцев айфона со своим яблоком и странным комментарием. Но ты же не знал. Ну а... Это не значит, что надо. Разведка везде. Да, я видел фланету. Шедевр. Пошли разводы. Блэйд харасит экспан. Но без Блэйда мы отбиться не можем. Теряем лавку. Тут снова прикопка. Блин. У Сокола даже лимита побольше. И то, что он знает об экспанде, хорошо. Пошел за мест. Ребята, болеем, болеем. Подбегает Блэйд. Прикапывают Гранта. 40 лимит на 45. Блэйд начинает нарезать Арчу. Лечение на Гранта. Гранта не доконтраливаем. К сожалению, Арчу доконтраливает. Плиз. Грант падает. Арча не падает. Подходим. Подходим к шаманам. Шаманы перегруппировываются от Арчей. Блэйд продолжает нарезать Арчей. Шпурш на шай. Я-я-я-я-я-я-я. Падает шаман. Падает. Как же отконтраливает хорошо. Еще одну Арчу спасает. Одна, правда, падает, судя по крику. Варды. Блэйд возвращается. Режь его. Режь его полностью. Соколик, штрафуй. Кого-нибудь. Кого-нибудь. Есть. Еще кота штрафанул. Еще кота можно штрафануть. Кота добил. Сам Плиз. Минус два кота. Минус два кота. Хорош. Почти четвертый. Скролл спит. Врубает. Начинает догонять. Что? Что? Сейчас пуха включу. Что? Не, ну я так и говорю. Пошел инвол. Пошел инвол. Пытается не выпустить. 15 секунд. Беспредел. Давай лучше на экспант. Давай лучше на экспант. 15 секунд. Соколик, ну ты будешь бежать на базу, потом обратно. Ух. Вот это да. Все, и на эксп таймингов. Как раз началась добыча. И рабочие такие диверсанты. Правда, их сразу видно за счет вот этой разведки. Так пурш можно инвол. Можно инвол. Там шаманы, кажется, пустые были на тот момент. Хотя у одного вроде как мана была. У двух мана была. Но вообще бессмысленно. Там еще бутылка же у него. Цеха все еще. Блин. Вот это самая важная атака, друзья. 48 лимита на 44. Просветка. Шикарно. Пурш на энтов. Минус один энт. Второй. Шаманов немножко развел. Блэйд четвертый. Хорош. Соколик. Начинает бить Блэйда. Но у него нормальные артефакты. Плюс есть бутылек жизни. Падает Арча. Падает кот. Шаманы. Ой, плохой диспл от Плиза. Да ладно. И еще застройка на экспант идет. Там лавку делать. Правильно. Арчи. Арчи умирают. Еще пурш на Арчей. Блэйд пытается прорваться к битой Арче. Ой, достается хан по одной. Отлично. Минус одна. Минус вторая. Минус энт. Я бы вышел. Косарик. Соколик. Косарик. Потрать, пожалуйста. Где твои Бороусы на 60? 60 Бороусы. Ну. Соколик. Соколик. Видас. Геннадий. Гена. Да есть же. Штайминг. Телепорт уже от Плис. Он будет продолжать отбиваться. Вы посмотрите. Не сдается. Плис. Телепортируется за дерево. Лавка, правда, готова. Варды тоже стоят. Ох. Орда победит. Пурш-пурш на Энтов отличный. Лечение. СХ. Когда же третий СХ? Протектор наверху надо отменять. Блин, ну под деревом вообще никому легко сражаться. Ну, Плис понимает, что либо он это дерево пушит, либо, ну, в смысле, защищает, либо все. А вот у Сокола-то есть опция, типа, постоять, позастраивать, между прочим. А не отдаваться под деревом. Соколик теряет уже второго гранта. Отступает. Подкрепа подходит. Ну, как даже СХ-то третий. Ну, сколько можно? Минус Арча. СХу окружают. СХ бит. СХ передал бутылёк. Хорош! Еще попробовать уйти. Третий СХ. Нет, падает СХ. Что? Блэйд выпивает. Назад отходит. Ману надо купить. Ману купить. Виндбок уйти. Нет! Вот после этого так будет обидно. Тысячи голды на руках. Нет! Зачем отошел от лавки? Вот это да! Все. Нычка отбита. СХ мертв. Игра в лучшем случае выравнивается. Ё-моё. Ну, это значит, законтролился. Такое бывает. Ставит второй барак, чтобы потратить деньги каким-то макаром. Берет инвол. Ё-моё. Ё-моё. Там не было в лавке зелье уже? Да? Он прямо его... Он в сыху столько бутылок влил? Не, надо было, конечно, не лезть на дерево туда. Там позиции шикарные. Гранты толпятся. Еще дерево с руки накидывает урона. Ну, и, конечно же, то, что на руках золото, то, что очень поздно Бору был настроен. Плюс 10 лимита можно было легко добавлять сюда. Не говори сокол, пока сокол не сокол. Да-да-да. Отличная пословица. Переведена с немецкого, явно. Ждем сыху. Плюс очень грамотно, конечно. Вот этот телепорт, эта перегруппировка, этот контроль. Класс. Почему не без теории кода? Да-ка там масса арчей. Ты должен грантами это все пытаться убивать. Гранты с Lightning Shield и вперед. Там арчи масятся. Какой кодой? Кодой молодой. Выдвигается сокол вместе с рабочими. Последняя атака СХ. Берет бутылку. Уже плюс 10 лимита. Алхимик получает четвертый. У него бутылка маны, бутылка жизней. Есть тауренов. Ну, там момент, когда у тебя выйдет первый таурен, там будет 80 лимита уже. Сокол начинает... Продолжается. Там арчи просто тьма тьмущая. Гранты пытаются влезть. Нужны Lightning Shield и сюда срочно. Причем ворчи я... Во! Вот это уже лучше. Мега сложно. Но плиз контролит. Просто контролит. Понимаете? Блэйд сейчас может умереть. Все. Это ГГ. Он так был близок. Нет. Я послушаю... Я послушаю комментарии сокола, с вашего позволения. Он еще не сдается, но без блэйд. Вообще сконцентрирован трындец. Молодец. Молодец. Ну что, как мне его успокаивать-то, а? Как мне его успокаивать? Ну, сыграл достойно. Сыграл хорошо. Почти убил, называется. Почти убил. ГГ. ГГ. Отдал игру. Отдал игру. Пошел, зашел в него базу. У него ничего не было. Я пошел. У меня со всех сторон гранты торопились. Все он знает. Шансы все были, пацаны. Не, вообще отыграл хорошо. Ох, давайте посмотрим... Посмотрим, что там еще у Хавка и у ТГВ. Вот ТГВ мне очень интересен. Тартл-Рок играет в Эксп. Что, в первом герое Робом смотреть? А! Там опять причитает что-то. Идеальный приход, хотя я все скрыл. Все улики, так сказать, замел. А, типа, никто не догадается, что ты играешь в Эксп. Экспант. Ребята, не говорите. ТГВ играет в Эксп. Экспант. Это секрет. Что, Сокол к нам придет, не придет? С таким соперником одна ошибка, одно поражение. Ну, ошибка такого рода, да. Я-то случу почему-то. Я-то почему-то без разведки не прихожу. Такого рода, безусловно. Глупый. То есть, либо ты должен там играть на две головы выше, но учитывая то, что это и так, как бы, очень высокий уровень. Сложно. Секрет у Лето Кэтак 5, говорят. Нет, мне очень нравится тема, что играет в Эксп. Просто это прекрасно. Блин, еще ДК же говорит женским голосом. My passion has ended. То же самое говорит, что... А, Соколи отдыхать. Блин. А он выключил стримы же, что ли? Go Discord. Go Discord. Привет, Миша. Привет. Хорошо, отыграл. Чего ты? Вторая вообще классная игра была. Не расстраивайся. Просто увлекся. Такое бывает. Это самые деньги на руках. Бору забыл. И не надо было лезть, но ты все это знаешь прекрасно. Ну, куда он пропал. Поэтому... А так-то все на уровне хорошо. Классно отыгрался. Да я сам себя ненавижу. Зачем я зашел? У меня две башни. Магаз. Все отошел. Да, да, да. Все встал, катапульту и все. Подмога к нему не придет. Хватит. Показал, что хватит. Ну, он... Правильная позиция, телепорт. И у него маны еще было много. Бутылки хорошие. А, ты же видел Тейку, фанатку? Ты же наверняка. Очень рад. Да. Ну, ладно, хорошо. Отдыхай, не расстраивайся. Ты же не будешь сейчас коммитить, правильно? Пойдешь отдыхать? Отдохнуть. Правильно, правильно. Покушаю. Давай, удачи. Пока. Пока-пока. Пока всем. Так, ну давайте смотрим ТГВ. Он с Купером играет. И мне кажется, был типа счет 1-1. Я не уверен. Кто следил? Напишите, пожалуйста. Какой там счетерс. Ставит Некрополь. ТГВ надо не смотреть, ТГВ надо слушать. Ну, я включил звук, просто он тиховат. Сейчас давайте я погромче. Мне кажется, он специально потише сделал. Нет, он не в браузере. Просто... Да, ТГВ попутно... Во-первых, хорошо, что он стримит, и можно посмотреть, как он тыкает. Во-вторых, он очень часто комментирует. Вот прямо во время вот игры, прямо во время турнира. Он даже чатик умудряется читать иногда. Чатик читать, спорить, там, комментирует. Молодец. Три-два... Тридцать два на два, говорит, код Древен. Ну, либо он сейчас ко мне на Эксп идет, типа, давить, либо ХЗ. Ну, либо ХЗ. Прямо, ну, его можно выхватить уже. Угу. Вариантов всегда два. Либо на Эксп, либо ХЗ. То есть, как бы, подходит по-любому. Вы можете вместо первого поставить что угодно. Если сохранится вторая часть, то... Утверждение почти всегда верное. Либо выиграешь, либо ХЗ. Виверна первая появилась. Так. Питлорд не ожидал. Он берет сплэш, а там виверны две вылетают. Так и что? Кажется... Кажется, он что-то знает. Ну что, с двух склепов, да? Насходим, чел. Насходим. Там минус спид. А у него в любом случае второй пид. Несмотря на... Несмотря на то, что там у противника. То есть, он против масс-эйра тоже пита делает, да? Не, пит-то с арбой, в общем-то, хорошо и по воздуху бьет. Просто сплэш не работает. Еще бы сплэш работал. Представляете, вертолетов там с трех ударов. Шоу-шоу-шоу. Ага, 0-0 написано в сетке, говорят. Ну, не факт, что этот счет правильный. СФП, ГБ, ЕФ, ГРТ, ГБ очень невариативный игрок, сыграет в экспепаденец. А-а-а... Понятно. Ну, слушай, с другой стороны, тот же самый Андрей Соболев, да? Или любой другой топовый эльф. Ну, хотя нет, ход там, кроме Дедмана, это долгое время топовых эльфов, с которыми только один стандарт играли. Короче, Дима, Дима Панда и одна база лорницы. Это было несколько лет, и все нормально. Если ты в состоянии против всех сделать какой-то универсальный стандарт, то, да, в этом есть минусы, безусловно, что все знают, как ты играешь. С другой стороны, стандарт на то и стандарт, что, как бы, ты знаешь, как будет человек играть, но вопрос в исполнении. А у тебя, получается, есть возможность отточить. То есть, если у тебя нет вариативности по героям, по юнитам, соответственно, ты больше игр проводишь с одним и тем же набором юнитов. Ну, и, соответственно, привыкаешь и начинаешь уже, там, лучше контролить. Больше у тебя ситуаций отработанных, типичных появляется. И все, и прекрасно. Да-да-да-да-да, Купер, да, да-да. Да-да-да-да-да, да-да-да. Вот почему он не на эту красную пошел, а на другую? Тайность и я великая есть. Снова у нас, кажется, пресс-фтп и респект. Сорри за это, уже объяснял, почему такое происходит. В следующий раз такого не будет. Ну, по крайней мере, с такой частотой. Не, Купер реально мутный, и это, как бы, давно известно. Ну, Купер, кажется... В гадалке, как говорится, не ходи. Он, кажется, с мобхаком играл какое-то время даже. Что? Недокрепленное? А куда он, интересно, так резко подрывался? А, Купер? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Он со всех точек резко подрывался. Что, вдруг? С точкой с дропом он куда-то ультра резко подрывался. Понял, принял. Не, ну, дроп переоценен. Кому вообще нужен дроп в наши годы? Кому? Никому. Не, ну, справедливости ради стоит сказать, что ТГВ очень... Ну, иногда... Довольно быстро в своих суждениях. Вот. Вспомним хотя бы низины прошлой на вчерашнем турнире. Блин, рабочих не добил. Но, с другой стороны, он сидит на лимите 50 вообще-то. Вообще-то. Таурены. Ага. Ну и делает свою тему. А вот ТГВ все мутные. Как язык, а вот этим брать с такими прокачанными этими? Может даже дарку взять? Дарку, да. Салон скидать. Тяжело. Тяжело. Ну да, берет арбу, продает. Да. Видите, как бы... Хаткей... Хаткей не использую. Я на самом деле... Помню, что не красота на Т, баньши вроде на Б, но хрен его знает. Он... Он тыкает. Он тыкает тоже. Ну, Купер, конечно, герой мега прокачанный. Ну, скорее всего, знаете, вот если серьезно, проблема в женской модельке Деки. Вот без шуток. Потому что когда ты берешь женскую модельке Деки, сразу возникает вопрос. Все ли в порядке у тебя? Ник, СПОВ, ничего. Побежали гульки с Френзи. Через центр возьмет сейчас рейнджер. Найс, блин, влетело. Берет рейнджерку и сейчас будет, судя по всему, сражением. Четвертый Таурен. Блин, тут позиция шикарнейшая. Просто шикарнейшая для Орк. Надо за таверну как-то бежать. О, понеслась. Сайленс не попал на Таурена. Плохая позиция. А, не, попал. Я не увидел из-за. 70 лимита где-то на 80. Таурен заходит, Сайленс нужно. Хороший Сайленс очень кинул сейчас. Диспл, правда, сейчас Том будет. Контролит бодренько очень. Дек убьет. Превентивный... Превентивная просветочка. А, Оль, классный. Профокусить бы еще в этих, в Виверн. Ну, да, лимит заканчивается. Уже нечего покусить. Без ГГ выходит. Сейчас посмотрит реплей. Типа как. Любопытно. Меня смутило то, что он в первой игре раба отвел, не став смотреть, какой у меня герой. Угадывается респом. А тут я, типа, убиваю гулей. А, нет, это там может быть сверстый. Если он не пойдет, то это я вообще не знаю. Тут же Терн может быть сверстый. Ну, типа, я делал все, чтобы показать, что я иду сюда эксп ставить. Это же версия Turtle Rock. Точно такой же билд! Точно такой же билд! И он сюда не пошел. А на цеха пошел там все один в один. У меня на базе все один в один было, и я так же раба убивал. Что это? Он не хотел свой эксп ставить, он раба сюда не вел. Это просто криппинг был. Почему вот он сюда не пошел крипджетить? Понятно. Понятно. Нелогично. Все правильно. Так и есть. Давайте посмотрим, что у Хавка. У Хавка пока ничего. Посмотрим на сеточку. Оп. Давайте перезагружу на всякий случай. Ой, красиво как, а? Плиз и Хавк в полуфиналах. Счет 1-0, видимо. Раз был 0-0 и не ливнул еще в пользу Купера. Ну, здесь Джонни играет с Флапоксом. А, 2-0 все-таки. Жалко. Противник читер, фривинт и ГВ. Что вы рофляете там? Кинг Кобра, здравствуй. Кстати, у нас мы сегодня разместили объявление. О наборе дополнительного верстальщика и разработчика. Вдруг кто-то работает в сфере. Посмотрите, новость есть на главной. Со ссылочкой на... Со ссылочкой на HeadHunter. Сегодня турнир, кстати, значительно дольше. Потому что что в одной части сетки, что в другой были вот такие черные пятна. Или белые, не знаю, если вы расисты. В смысле, если вы... вам принципиально. Где были серьезные задержки по играм. Может быть, из-за неопытности участников. Может быть, из-за того, что игры там 2-1 и долгие очень были. Но вот Хавк, например, уже ждет больше часа в полуфинале. Вот. Гудвин говорит, у меня есть репки с ладера против кармы малого и 420-го. 420-го, не помню. Вот только ХЗ как старой Данькой запустить. Ну, можно в... Я уверен, что можно найти в Allpatcher какой-нибудь. Вот. Помню, кажется, даже были программы специальные, которые пере... Это самое... Меняли версию, чтобы можно было смотреть демки разных. Раньше по этому поводу очень сильно заморачивались. Потому что демки, по сути, были основным источником информации об игре. Их много смотрели, их много качали, их искали, реально искали. Ценились там азиатские какие-то, экзотичные реплейки. Да, Купер с Плизом. Вот можем, кстати, посмотреть Купер Плиз. Тем более, что вклиниваться непонятно в процесс Джонни против Флопокса. Наверное, будет тяжеловато. Да, паки Зонтика ценились. Паки Зонтика — это да. Он их... Кажется, еженедельные даже были паки. Всегда в золото попадал на Гудгейме. Живага, там от 50, если ты про разработчик. И это дистанционка. Скорее всего, по закрытым задачам просто будем на старте. Пока на объем не выйдем нормальный. Но это индивидуально, опять же. Да-да-да, 50-10 Бертон. Как раз... Скорее всего, ты говоришь как раз про Зонтик. Так, хорошо. Ну, мы ждем, когда они подчеркают карты. Плиз с Купером. Купер, по сути, остался последним орком. Вот Сокола убили, и все. Ни одного эльфа в одной четвертой. Ни одного последним. Ну, два эльфа было в одной восьмой, когда 16 человек осталось. Джей Дарк и Странник. Но, с другой стороны, два топовых эльфа, Фоги и Соник, не могут на этом турнире принять участие. Так что это не сильно удивительные новости. Так вам на полный день надо, или можно халтурить по выходным? Просто больше ради интересного покодил бы. Нет, так не стоит. Потому что, во-первых, разбираться какое-то время для внедрения. Во-вторых, практика показала, что такой вот кодинг лайтовенький, он менее результативный. Мы не можем тебя, например, оставить просто одного. У тебя наверняка будут вопросы, ты должен быть в процессе, ты должен быть с дизайнером, с верстальщиком. Вот, и так, фуфан кодить просто вне общего информационного поля, когда там каждый день что-то происходит, это сложновато. Потому что приходите раз в неделю и удивляться, что произошло. А, в одной второй против Купера заговорил смех. Привет из Дымка. Стричкам отдельный привет. Вот тем, кто... Помню, улыбаюсь, всегда вспоминаю с... С большим удовольствием всякие ланы московские, поездочки, общение. Прекрасные времена. Геймнейм, плиз. Спасибо Хаваку за геймнейм. Пока изоляции могу позволить. Да, кстати, в этом плюс. Очень многие на удаленке. На месяц запихнули, дома сидеть. И дальше опять служба 24-7. Да, точно. Поехали. Да, к сожалению... Ну, как к сожалению? Мне-то хорошо, остальным стримерам не очень. Но здесь не пускают. Тут, с одной стороны, хорошо, что не запрещают самим игрокам стримить. Это замечательно. Хорошо, что пошли навстречу еще по поводу задержки. Что хотели изначально там 5 минут вообще поставить задержку. Ну вот, спасибо организаторам за это. Но стрим, по сути, только один. Потому что с него идут ретрансляции. Там ВКонтакте, Одноклассники. Кстати, это все партнеры. Спасибо им большое. Все дела. Вот. Но других стримеров, к сожалению, не пускают. А я как заправский пират. Кстати, вы не поверите, на мне футболка пиратим стрим. И такая же была сегодня у Дагфакса на трансляции. Если кто-то заходил. Кто-то из этих там 30 человек, которые вместе смотрели. Вот. Я, конечно, за то, чтобы... Ну, потому что... Альтернативы нужны. И охват нужен. Гадуин, подчеркивание, 0.2 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Не. Ну сейчас мета по 5. Я ни хера не понимаю. Эй. Совы везде висят на восьмой минуте игры. Это как? Слушай, ну соберись. Соберись. Если бы ты пришел еще годик назад, то сов было бы еще больше. Сейчас, по крайней мере, для того, чтобы появились совы, тебе нужно все-таки сделать апгрейд. Если я правильно помню. Вот. А раньше совы давались после того, как студент пропатчил... Ну, в смысле, взяли на работу там кого-то в Blizzard. Он наломал дров, поднял эльфов. Видимо, его в ладере обижали часто. Не знаю, как так произошло. В общем... Андерфист подписался на премиум. Спасибо, Андерфист. Андерфист переподписан 10 месяцев. Не поверим без вебки. Да, честное слово, ну честное. Ну как... Вот она шелестит. Футболка. Все, поверили. Отлично. Совы это да. Совы это разведка. Совы... Совы-сосовы. Нужны пруфы, говорит Тэй. Да, Тэй сегодня порадовала, конечно. Соколы в первую очередь. Сейчас отхватят очередную порцию. Внимание, чатика. Давайте посмотрим на альтернативного орка. Купер... Посильнее Сокола играет. Видите, не без труда мне далась эта фраза. Но Сокол наверняка лучше играет в PUBG. Хотя... Кто-то может усомниться в этом. Но тем не менее. Посмотрим, что... Что с Вариком. Гадуин подчеркивание 02 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да мне страшно в ладдер заходить. Давай ты первый. Мне тоже страшно. Давай не будем. Нет, давай вместе. Не 2 на 2, но как бы... Просто ты стартанешь. Нет, я не стартану все равно. Далайла, там еще парочка стримов будет. Все в порядке. Есть куда расти. Козлик бегает второй. У Блайда серклетка одна покупная, другая. Не очень. Ну вот, неприятная встреча, но... Ну, хотя у козла есть просветка. Он, в общем-то, может тут Блайду испортить жизнь. Но прикопка есть, просветка есть, крабы есть. Вот, все, прикопал. И вот, хрен он этого краба сейчас возьмет. Ну, хотя может. Замазался, ушел в инвиз. Надо светить. А светить на шару. А краб вообще куда-то пополз, непонятно куда. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы видели? Вот козел... Может быть, зря сразу не светанул, потому что он доставал до Блайда. А потом уже не достал. Увы. Фонтан есть еще халявный, где можно регениться довольно быстро. Виктор Зарин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ха! Поиграли бы 2х2 с Соколем в ладдерке вместо PUBG. Не? Не. Слишком просто. Ну, реально, 2х2 в ладдере, во-первых, скорее всего, почти никто не играет. Во-вторых, ну, с Соколом играть то же самое, что... Не знаю, с Ахиллом в PUBG играть. Дуом. Как бы ты... Главное, не отдавайся просто и вовремя его поднимай в случае чего. Купер уже ведет? Нет, Купер не ведет. Это просто... Это просто олд инфа. Они только начали. Так, сейчас опасный момент. Прикапывают Гранта. Сразу седочка влетает. Подрезают. Ну, подрежут первого Гранцера даже с первой прикопкой. Она даже мигать не начала. А почему, кстати, она мигать не начинает? Что-то я... Что-то я не пойму. Мне казалось, ничего себе серьезно. Это сломано или что? Соколом нужно пропить бутылку. Ой, чуть-чуть не заблочил. Было бы красиво. Мог подблочить, не выпустить здесь алхимика. Мне казалось, что без исключения вообще. Ну, кроме там, не знаю, баша статусного. Хотя... Нет, башня даже не отображается, скорее всего. Клэп отображается. Он тоже мигает. Странно. Не, прикопка раньше точно мигала. Почему они сейчас сделали... Сделали так, непонятно. Ну, хотя ты точно не можешь сказать, когда... Она... Ну... Мигать она начинает за... Сколько? За пять секунд до окончания, кажется, да? Что-то в этом роде. Армию игрока атакует. Ладно, крепимся. Тактическая виверна. Одна? Нет, вторая пошла тоже. И экспанды, обратите внимание, у Плиза нет. Алклонез, да нет, нет, куда-то. Леша в Хая сыграет. И, в принципе, меньше играет, меньше стримит. Я, Варик, очень плохо сейчас играю. Когда играл хорошо, вообще непонятно. Так что... Ну, было весело, да. Абвер вообще два на два, кстати. Весьма. Ну, он был, кстати, одним из... Одним из лучших АТ-шеров тоже. Правда, его тиммейт я не помню, блин. Ну, ты с ДМК роллся, есть 4х, кажется, да? Играли вдвоем больше, чем остальные. А вот Абвер играл с... Кем, 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 кем? Киньте сразу же в чатик, наверняка. Не, не с Граби. Ну, 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 ну. Абвер и подекс. Подекс же точно. Совсем забыл. Да, с подексом фраза. Мне еще Артурчик говорит, что с... С... Хайпи играл в С4Х Абвер. Да, вполне вероятно. Ну, то есть, я верю. Кстати, да, пока здесь в чате... Да, я еще БСП, кстати, пробегал. Вчера. Там по поводу бомбы часто спрашивают. Будет ли еще у нас стрим на последние сложные бомбы? Вот, надо поднять это в конференции вопрос. Обсудить и... Определиться. Да, нет. Нет, да. Да, флэш тама тоже классная пара. Атешная. Пока что оба пытаются забрать как можно больше всего. Но орк, кажется, по темповее крепится. И с меньшими проблемами, учитывая... Ну, учитывая фонтаны жизни. Скролл оф забист выпадает. Соби маска хорошая, скролл оф забист не очень. Плес так быстро рашит грейд, говорит, жива. Он здесь тоже делает мазг грейды? 2-1. Ладно, так, когда с Соколиком играли, там у него овер дофига было ресурсов. Но здесь другая тема. Здесь вообще Т3. Одна база. И все равно он акцент делает на грейдах. Кстати, что по меткости? Меткость уже есть. И Патма делается под ауру. Вот не скажешь, что это текущая мета вообще. Но это она и есть. То есть с одной базы коты и арчи. С меткостью. Не эксп. Ну, хотя, видимо, карта может такая. Да, и даже несмотря на типа крипджек, вторая субимаска выпадает. Вторая субимаска-то можно, они стакаются. Ну, работают вместе. Не доконтраливает блейда, они сразу выходят из инвиза. Не доконтраливает виверну. Один залп, виверны нет. Второй залп, половины виверны нет. Только лечение спасает виверну от неминуемой, почти неминуемой гибели. Просто, как это? Реальный микс работает. Ну, понятно, что коты там с чакрами этими стреляют хорошо, урон отличный. Понятна роль алхимика здесь. Плюс от козла стартовый тоже. Да, передал две субимаски у Сухи. Тык-тык-тык-тык-тык, регенец и мана. Довольно шустро. Антон Тама говорит, перед чемпионатом ты играл хорошо. Это Тамыч? Тот самый? Или этот другой? Я не помню, как зовут его в реале, к сожалению. Всегда было Тама-Тама-Тама-Тама. Проверка экспанда. Но вот этот эксп был, как бы, не халявный. То есть, по сути, плиз тут в плюс разменялся. Плиз в плюс. Вот. И проверка этого самого экспа тоже не случайна. Но его отменят, понятное дело, Блэйд. Есть ли здесь место для виспа спрятаться? Наверняка тут какая-то елка. Он назад вернется. Да, это же... Ну, все в силе. Купер опять взорвется. Похоже, похоже. Уровень хороший. Но здесь пока... Он все-таки... Ну, хотя по ресурсам посмотрите. Он в 50 сидит, вроде нормально. Сильно сейчас от атаки не потерпел. Не потерпел. Бладласт может быть внезапный. Хороший транзишн получается. Но ему сейчас бы не стоит сражаться. Во-первых, потому что ласта нет. Во-вторых, потому что у него, вроде как, сидение на лимите 50. Мы ждем... Ой, не вовремя как! Инвол. Выталкивай, выталкивай! Пуш! Пуш! А, он будет дирижабль. А не хочешь с двух залпов дирижабль отдать? Раз. С одного даже. Блин. Вот это провал. Это проваль. Ну, Арчи 30 урона. Что вы хотите? Больше даже. 42 под рыком. 42 урона под рыком. А по дирижаблю по 80. Стрелка такая. Пу! 80. 80 урона у Арчи. 80? 80? 80. Куда там? Х2 там легкая. И брони там нету у дирижабля. Выкупается СХ. Где Bloodlast? И вот он, Bloodlast. Оп! Виспы говорят, где Bloodlast? Шаманы разводят руками. Нету Bloodlast. Пишем ГГ, выходим. Черт. Это такой слив. Нелепый, к сожалению, от Купера. Объясню сейчас, почему. Он вроде контролировал ситуацию. Вроде было все ок. Готовился сделать Last. Готовился выходить из лимита 50. У него на руках было 600-700 голды. Которую он вынужден был просрать. Извините за мой французский. На дирижабль 260. Выкуп четвертого СХ, который тоже по 400 голда стоит. Просто потому, что не вовремя встретился с эльфом. Вот. А сейчас просто... Ну, Плис в конце концов может отсюда ТПшнуться. Он этого не делает, потому что даже и в плюс сейчас продолжает размениваться. Да, Гранты с Bloodlast очень хорошо бьют. Минус СХ опять. Цветок лечения. Минус СХ. А Блэдмастеров живых, как вы видите, нет. Прячет Арчи у Грамота. Ха-ха-ха. Класс. Сейчас я прочитаю комментарии. А там и... Не того там и, но... Но товарищи в теме. Армию игрократа посаде. Бедный, бедный. Надо продублировать скопирую. Ладно, подожди, я сейчас сам скопирую. Ай, черт. Извините. Да, там просто... Надо игру досмотреть. С другой стороны. Тут понятно, что по игре все. Уже чудесным образом пытается вычинить алтарь, чтобы просто Блэд вышел. И Блэд не выходит на последней секунде. Просто доли секунды. Там реально доли секунды была. Шкала уже была полная. И... Ну... Все. Это ГГ. К сожалению. Да. Другой, но за тобой наблюдал в М19 ВЦГ. А-а-а, отборочный. Ты тогда очень прислушался к Блэду и кричал на нас, чтобы мы за спиной не переговаривались. Ламповые времена сам сделали все из-за того, чтобы поддержать спортивную атмосферу. Это правильно. Вот это очень хорошо, что... Что, несмотря на то, что понимаешь, что играешь хуже, все равно... Все равно... Регелса. И... Тем более, кажется, отборочные, ВЦГшные, они были... Они, кажется, были бесплатные. Типа, не по взносам. Хотя... Не знаю. Не помню. Расскажи, дядя, как вы только этих арчей контрите? Слушай, я вообще не разбираюсь. Каких арчей, как контрить? Ну, вообще, если серьезно, вспомните просто игру Сокола против... Сокола против Плиза. На ТР. Вот. И все. Ничего нового. Гранты. Скролл спид. Врыв блейда под инвулом. Лайтнинг щилд. И... Режешь, режешь, режешь. Другое дело, когда у эльфа там нычка... Ну, не в этом случае, а вот когда вот Сокол первый раз на Ихуэлл сыграл. Помнишь, ты говорил там... Грейда там 2-2. Типа, бешено дело. Это все дела. Там просто преимущество дикое. Геймный имплизм. Было по экономикам. Что поставил нычку. И на тот момент, когда... Они там нормально уже сражались. Ну, вот на орковской базе. Там было плюс 20 почти лимита. Плюс 20 лимита. И грейды 2-2 уже на тот момент. Естественно, никакие гранты к таким арчам не подойдут. Там уже нужна какая-то более серьезная артиллерия. Ну, про Тауренов не хочется говорить. Потому что Кипер, в общем-то, с легкостью этого 5-лимитного юнита нейтрализует. Придется его пурджить. Он пурджит, соответственно, медленный. Если ты еще на Таурена хотел Lightning Shield кинуть, то ты пурджем снимаешь Lightning Shield. Зачем это вообще делать? Возможно, третий герой какой-нибудь веселенький. Но, опять же, любой герой, который вот первого-второго уровня выходит третьим на нормальный лимит, он от тех же самых арчей может отлетать. Ну, прикопка, осидка, фокус. Все. Поэтому, скорее всего, главное контролить вражескую базу, чтобы не было какой-нибудь халявы и вот по возможности харасти ее отменять. И стараться не давать человеку масить, то есть пытаться размениваться как-то. Потому что арчи хорошо работают, когда уже есть масса, когда уже они-то стреляют постоянно, а к ним иногда бывает сложно добраться. Один юнит прикопан, где-то еще энты там не запурджены, алхимик стоит, а эти коты еще могут какую-то перелинию образовывать. Короче, скорее всего, надо как-то размениваться. И на микроконтроле выруливать. Соло панда, говорит, мистер... Ну, ты ее, скорее всего, с большим... Ну, если эльф как бы тебе позволит ее прокачать, то классно. Но потом эльф, например... Во-первых, он может взять Димку, которую панду очень быстро нейтрализует. Даже первого уровня он там, что, два-три раза сделал Берн, и панда сделала только одно дыхание. На вторую связку тебе уже нужно бутылку выжрать. Не очень классно. Мне кажется, Арчей это единственный Т1 юнит, который может быть всегда актуален. Я с детства за Арчей, так что... Даже спорить не буду. Плиз, снова, видите, делать глухую такую застроечку. Надо взять на вооружение на Хо Айлс. То есть, ты уверен, что там козел с массой? Ну, в смысле, как... Делает разведку и берет второго героя Димку. Ты делаешь разведку, увидишь панду, и ты ее никак не прокачаешь. Ну, просто не прокачаешь. Прибегает там козел второго уровня, подтягиваются коты. Панда, она как бы... Медленная. С руки бьет мало. До третьего уровня от нее пользы очень мало. А ты, скорее всего, не прокачаешься до третьего. Лик там, говорит, решил в Кингс Баунте поиграть. Глянь на себя, с какой участия. Ну, кросс-роудс начинаем сразу и все. Хорошая игра. Нет, дело не в героях. Тот же самый Блэйд весьма стабильный дамаг. И хорошо танкует, и стабильный дамаг наносит. Да, его могут прикапывать, но на это можно все-таки там как-то инволами или вовремя уходить, или диспелить, не знаю. На микро можно, наверное, как-то Блэйдом наносить стабильный урон по тем же самым марчам. Вот, ну... Блин, это еще эльфы не начали в таких вот затяжных играх ставить Ancient of Wind и не добавлять одного-двух талонов в армию. А ситку заценили, а про фэри-файр забыли. Там этот... Блэйдмастер вообще офигевать будет от фокуса. Ну и шаманы тоже от одного фэрика. Офигевать будут. Что там пурджить? Надо валить. Ну, понятно, можно сказать, что там фэрик контрится баткой, но не полностью контрится, нужно дотыкивать. А тыкать, как правило, нечем, потому что у тебя гранты шаманы. Надо сыхой, наверное, бить. Черт его знает. Я думаю, что в затяжных, особенно когда у тебя экспант, ты можешь себе позволить поставить один Ancient of Wind, потому что фактически он тебе два грейда на атаку по определенному юниту дает. Ну, плюс разведка. Не нужно просветку делать в определенный момент. Ну, иногда нужно, естественно, если там пурдж, все дела. Но можно и подэкономить. Да, Fox Forever. Я тоже этого не забуду. Помню эту игру хорошо. И на LT помню хорошо. И... Не, на TM как раз я выиграл его. Причем выиграл... Это была первая карта. 100% выиграл. Причем потерял только, типа, одну арчу. Он ливнул при попытке поставить эксп. А потом был LT и еще какая-то карта. Не помню какая. Ну, если вспомнить карту, я вспомню игру, естественно. Просто зачем вспоминать такие вещи? Жалко было. Жалко. Ну, ничего. Зато вот сидим в аркаф смотрим. Так. У нас здесь... Во-первых, счет надо поменять. Секундочку. И вроде как Плиз пришел крипджекать. Но наличие скролл-спид... Ну, своевременная такая реакция. Вот соколу не хватило, кстати, скролл-спид. В моменте, когда здесь вот сыху ловили. Ну, и хилл вардов здесь не хватило. Ну, в смысле этих, лечебная эликсира. И на Тейре тоже, если бы Блэйд был с двумя грантами со свит. Хотя это была другая фаза. Не факт, что он успел бы закупить. Метфрок, ЛТ? Не помню. Не помню. Метфрок очень много играл. Играл, как правило, в Гарк. С ЛДК. Конечно, классно, когда только из-за тебя Близзы выпускают патчи. Добавляют там арче просто 5 хп. Просто потому, что... Люди не знали, что делать против Мазгарк. И соло ДК, который койлами ушатывал арчей. Сова разведка. Экспанд. Второй барак на экспанде. Вот, кстати, да. Один из вариантов, это таймингово просто приходить в Блэйддом и отменять строящуюся базу. Потому что у Плиза... Ну, база это стандартная штука. Если прибегать вовремя, то можно отменить. Там не персоналки. Что ты атакуешь-то? Второй барак атакуешь? А, видимо, понял, что не успеет убить... Убить эксп. Да. И решил сразу второй барак убивать. Ну, не будет второго барака, не будет производства. Можно подпушить хорошо. Пытается сейчас отстроить второй барак на мейне у себя. Ой, хороший пуш от Купера. Виверну. Там скорее арча больше подставляется. И пошел телепорт. Но непонятно, как здесь защищаться. Коты битые. Ой, вообще не готов, плиз, к этому. Может быть, поэтому он, кстати, не... Не играл на первой карте в эксп. Потому что тут отработанный пуш. Пуш-ми. Пуш-ми. Минус виверны. Пустые уже мунвеллы. Алхимики или живое? Где магаз? А что без магаза играем, интересно? Это ГГ, это 1-1. Нычка здесь не поможет. Да. Что-то протектор есть на экспанде. А на мейне был не готов. Снесли. Да, снесли. Убили магаз. Да, я не заметил, простите. Здесь стоял, да? Когда вот арчу убивали, магаз был слева еще. Сейчас не отпускать. Рабочего не хватает, к сожалению, чтобы отстроить самостоятельно здесь магазин. Устанавливает магаз на базе. Делает тайминговый пиладж. Да, енот на экспанде присутствует. Все как надо. Блейд развлекает. Вот, пожалуйста. Одинаковый рас, одинаковые карты. Совсем другой сценарий. Козел без ТП. Ах. Кажется, арчурка немножко подблочила. Даже не специально она подблочила. Я сейчас слышу, как майкер комментирует, говорит, натурал. Кто такой натурал? Это пошло из первого Старкрафта, с английской Natural Expansion. То есть это авторостепенная база, которая ставится на месте стандартом. То есть натуральным. В русском языке вот в старике комментаторы называли натурал. Вот, тогда был как бы, не знаю, там, 2000 год. Слово натурал не имело такого распространенного альтернативного значения. Вот, сейчас, возможно, времена поменялись. Купер, типа, вопросик, чего не выходишь, видимо. Вот, а учитывая то, что варкафт очень многое, ну, перенял. Потому что это, как бы, стратегия, стратегия, близы, близы. Игроки многие перешли из первого Старика в варик. И лексика, ну, по крайней мере, тех вещей, типа, там, Rush, Micro, ну, опять же, Exp, тот же натурал, опять же, Main. Оно все перекочевало в варик. Опять же, Star War тоже. Очень много сленговых вещей. Потому что... Ну, потому что играм много лет. И потому что в комьюнити такой общались и формировали лексику. Такую, чтобы было коротко, емко. И, по крайней мере, внутри ее комьюнити понятно. Не сдается, please. Герой у него 3-1 против почти 4-3. База на базу. И надо отстраивать миллион всего. Причем это Т-1. Да, тяжело. Да, настали времена, когда нам нужно объяснять, что за натурал. Да, да, да. Да, это... Нет, может быть, многие... Кто-то не знал еще просто, но не спрашивали вот и все. Гранта, не дожидаясь, попытался добить. И вроде добился ли по XP козла. Мана нужна. Нужно отрегениться, к сожалению. Штурмовать даже... Ну, орков полтора раза больше по боевому лимиту. Но если ты полезешь на протекторы два дерева с такими лимитами, то даже несмотря на героев тебе не хватит. Тем более, что от героев тут осталось не так много. Потому что сэха пустой. Маны нет. По-хорошему надо взять там лагерь, сбегать попутно, закупить регенерацию. У меня-то три, брат. Брат! Брат! Не тяни! У меня Т1, говорит, плиз. Хорош, хорош. Ну, вообще, справедливости ради... Тут как бы плиз прав. То есть он старается, сопротивляется. И... Ну, пока у него есть хотя бы какие-то шансы отличные от 0,1%. Да я видел количество голды орка. Вот. Он как бы... Вот если он взял бы дерево, начал бы выгрызать все... Ну, там не было бы виверна, или там полетел на остров. Тогда можно было бы початиться и сказать, что в ТФ. Что ты творишь? Вот. А тут как бы... Ну, играем пока один в один. Сейчас пойдет еще развлекать экспант. Козел, видимо. Нет, конечно, без шансов тут. Брат. В чем сила, брат? В Т3. Неплохо генолайт. Фаразон говорит. Когда я первый раз увидел воды, не мог понять. Половину не мог понять. Интернета не было. Приходилось разбираться. Присматривал воды раз с десятого, только непонятные слова и понял. И в них разобрался. Так что натурал — это мелочи. Натурал. Тут нельзя, говорит, поднять базу и улететь в угол карты. Ну, можно выкопать дерево и прогрызть. О, я помню прекрасные игры. Была такая фишка. Особенно на старте, когда не очень опытные товарищи. Ну, начинаешь новый аккаунт. Скучно, да? Выкапываешь дерево, диспелишь виспов, прогрызаешься внутрь и начинаешь писать из серии «Лол, у меня нет мейна». «Лол, у меня нет юнитов». Вот. Типа «Я невидимый». Ну, или что-то в этом роде. Ну, и дальше идет чат, в результате которого противник выходит. Потому что, ну, просто реально некого убивать. Он делает разведку, никого нет, везде полные шахты. Вот. И все. Такое-такое делали, да, часто. Хорошие времена были. Это деревья заново не вырастают. Когда появляется Кенариус, то деревья вырастают. Ура армия игрока такую. Ну, сейчас очень хорошая, хорошая возможность. Для Купера закончить эту игру. Падает алхимик. Ну, Арчи не в позиции, к сожалению. С 30 лимита на 30... На 63. А, «Has left the game» написать в чат. Точно. Это же в связочке работало. Да, пишешь. Просто «Has left the game». И неопытный товарищ видит никнейм «Has left the game». Вот видите, покидает матч, типа. Ну, на английском. Да, да, да. Блин, спейл-то шарит. Привет, расставили. Ну, 1-1. Так, сейчас подождите. Секундочку. Да там один товарищ уже на протяжении часа отвлекает. Надо избавиться. Может, выпил. Неадекватно какие-то вещи пишет. А еще говорили, я пришел к тебе на разведку, но ничего не вижу. А ты видишь, меня нет. Что будем делать? Неплохо. Альт-куку — это классика. Альт-куку — это... Появилась таверна, появился бестмастер. И люди просто выходили из игры на первых кабанах. Это было неплохо. Да. Так, какой там геймнейм, наверное, Плис будет? Потому что он создавать будет, да. Заходим. Вот, ну, первое, что... Как можно вот... Соколь, если смотрит... Плис играет более-менее одинаково на всех картах. Ну, то есть у него шаблон... Нет, не на всех картах одинаково, но на определенной карте он играет по-определенному. Можно увидеть. Посмотреть тайминги, видеть, когда ставит экспо. Отменять блейд... Блейдом экспант. Посмотреть, какой у него крипрут. Когда он в агрессии идет. Что ты можешь крипить, что ты не можешь крипить. Посмотреть в сторону таймингового пуша. В зависимости от того, какой у тебя там... Какой у него герой, какие артефакты. Что у тебя есть. Нормально все. Если он ставит базу, то, может быть, даже оставить эту базу, пойти его просто так же пробрить с вышками. То есть варианты тут есть. Варианты есть. Хэнки говорит, еще можно было выйти из игры 50 раз, потом выиграть на халяву 70 раз. Да-да-да, там в определенный момент рейтинговая система работала так, что тебя загоняли в дикие минуса по л-рейтингу, и потом ты прям мог мочить. Мистер Малосар Дай пишет. Я один раз такую потную катку играл. Против анды до 40 минут базы кончились. Герои остались. Вроде начали побеждать. Туталь Ку-Ку. Два раза Ку от нервов. И вышел. До сих пор помню эту эмоцию. Да, зажал альт. Показались с этим... Как их? Хелсбары. И вызвало Кабана. Да, но чтобы наверняка ты вызываешь, ты спамишь кнопку. Вот, потом научились уже, да, Кабана либо перебинживать, либо включать отображение. Хотя тогда, наверное, не было еще. Не было отображения хп на постоянку. Майкер, ему идти надо. ТТшечка. 2-1 в финале я. Please. Неплохо. Good job, блин. Бывает такое. Начало 12 уже. Так, у нас там хавк тогда получается. И он стримит. И давайте посмотрим. Скажите, какой там счет. Если он отличный от 0-0. Как же мне нравится без реально фуллскрин и гг. Как на макетиках все. Четенько. Жить ее. Ну, почти как на макетиках. Тут еще масштаб надо сделать стандартный. Во. О-о-о. Ну, и крупнее, чтобы чат было проще. Так, да, Джонни. Я все никак не могу к его никнейму привыкнуть. Please have left the game. Окей. 0-0. Поехали. Мирор. А кэш бы играл? Наверное, да. Вообще, конечно, обидно, если... Тем более, третий решающий. Там все шансы. Особенно после такой игры на второй карте. О-о-о. Два кольца регенерации хп. Смотрите, какой там... Не, пожалуйста, не подлагивай. Good game. Слышишь? Не надо. Не вовремя. Там два кольца регенерации хп. Дополнительный реген. 4 в секунду. 4! Молоток пошел. Dispel, dispel. Пошел. Сумасшедший микроконтроль. Дирижабль. О-о-о-о. Шумида. 66 лимита. Под контроль. Ай, там... О-о-о. А-а-а. Что по грейдам, кстати. Оп. Молоток. Фокус. Неплохо. И сзади ополченцы. Вот этого фактора тут, конечно, не хватало. Вообще, хапк разваливается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Джонни, молодец. Джонни, молодец. Инвул нужно уже готовиться прожимать. Но брейкеры достали. Архмага еще. Да, и молоток мог влететь. Хоть там маны нет на молоток. Как же все-таки контролят. Ну, в мирорах контроль это основа. Особенно в таких классических расах. Раньше катали в Роке тупо кастеров. Потому что брейкеров не было. Потом, как появились брейкеры, начали катать брейкеров. Все. Мета такая. Да, там есть вариации. Там картечи, всякие Т3. Все дела. Но брейкеры присты, брейкеры присты. Это прям... Я хочу встретить на регенерацию ХП в МК. Но он настолько быстро кликает, что... А я вижу, как слева эта шкала здоровья увеличивается у Маутен Кинга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неужели сейчас продавит? Там брейкеров человек 10. А здесь 9. Молоток ловит сразу МК. Ай-яй-яй. Диспл-диспл. Молоток. Окружать? Слева не окружил. Окружился. Ну, там дирижабль. Чего его окружать-то? Зачем? Да, Джонни благодаря дирижаблю получает тактическое преимущество. Диспл-диспл. Свиток. Менты побежали. Но менты на этот раз, кстати, не с той стороны. Мисклик. Теряет брякера. Диспл-диспл. Архмаг не пятый. Это тоже говорит о том, что разменивался не очень удачно. Раз там элемы поздоровее. Но это ГГ. Это 1-0 Джонни. Хороший молоток. Сейчас дирижабль. Оп. Пятый, наконец-то. Вызвал не третьего... А хотя там, может быть, не элемы, а третья аура. Захватывает элементарий. И Джонни телепортируется. Еще не все. Бах, МК еле живой. ТПшится. Добавит рабочего на золото. Куда сейчас, интересно, за свитками, за инвулами? Один магазин, это критично. Джонни, они в дирижабле. Да, Джонни! А без Блэкс, это тяжеловато. Как же грейды? Интересно, какие грейды у Джонни. Почти пятый МК, кстати, у Хавка. Надо бы найти какую-нибудь фигню. Например, справа желтая точка. Раз она рядом с тобой, вполне вероятно, что ты ее сам на старте не докрепил. Проверяет экспант третий. Класс. Обожаю смотреть с первого лица. Сразу больше тем становится понятней. Ты так сидишь, ленивенько, мышкой кликаешь, а потом, хоп, переключаешься, и тут тебе 350 АПМ. Товарищи-то контролят. О! Пятый. Пожалел, наверное, Джонни, что отправил на разведочку. Ой, в ауру андедовская, нет? Не стоит на того? Первый играет на атаку. Да, хочет. Нет, орковскую лучше. Орковскую лучше! Там барабан. Барабан боевой. Барабан бери, не прогадаешь. Бери барабан. Барабан бери! А-а-а! Взял на мобильность. Ага. Так, это... Это такой элем был тактически просто. Если бы они полетели вперед за элемом, представляете? И ты врезаешься в престов. ПДХ. А может, и вторую ауру купит. Давай, бери, бери. Бери. Что? Нет. Да. Там она, кажется, исчезла из продажи. Что такое? Да. Паладина скачу. Нет? Да, нет. Да. Скоридачам нет. Диди-8 помню, был такой эльф, кликал шибко много в свое время. Слушай, он тогда больше двухсот... Хотя нет, может быть и кликал он тогда, потому что у него же тоже старкрафтерское прошлое. Но Диди-8, как и Инсомния, активно играли только в Роке и в начале ТФТ. Диди... Ну, Инсомния-то вообще довольно быстро. Наверное, к четвертому году он уже не играл, если я правильно помню. Диди вроде поиграл подольше. Но они мочили именно всех в Роке в начале ТФТ, если я правильно помню. Но я не припомню, чтобы в начале вот того же самого ТФТ у кого-то был АПМ там типа 350. Причем 350 не переборный АПМ, а такой нормальный. Что он смотрит, следит, там фокусит, отводится. Ой, какая там гапша! Сколько грейдов, интересно, у брейкеров. Молоток первым кидает. Диспл-диспл, диспл-диспл. Там уже МК плохо, смотрите. Клэп! Я не знаю, какие там грейды. Свиток. Молоток, хороший молоток. Клэп, прекрасный Клэп. Очень битый МК, маны не хватает. Христов надо, наверное, уберить. Да, все вообще. Как он делает это? Ну уж, практика, очень много практики. Я не успеваю просто уследить. Слева опять МК. Переключились на него ненадолго. Сверху успели там на бинде прибежать ополченцы. Но они уже не такой серьезный импект. Вот как-то вносят в сражение. 70 лимита. Ну, вроде как у Хавка неплохо все. Не пожалел диспелл на последнем. Ой, еще один молоток. Надо цветок взять, учитывая... А, нет, цветок в продаже. Понял. Сейчас могут брейкеры развалиться. Ой, как там много брейкеров внезапно! Э-э-э-э-э! Видас! Как так? Пятый МК. Что? Нет, его больше. Инволом словил молоток красиво, но... Откуда брейкеры? Может, из-за того, что 800 голды на руках? Заказался сейчас. Рабочих жалко. Там очень близко будет к 6-ому АЭМу после этого сражения. Что у них уже было 2 зарубы. Когда Архмагвала уже 5-го. Антантама поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо тебе, Михаил, за теплые воспоминания. Были мальчишками с горячей головой. А теперь экзальтированные Алды. Но все также верны нашей доброй стратегии. Скромно поддержу монетой. Спасибо тебе за добрые слова. Да. Что-то все-таки в жизни не должно кардинально меняться. И что-то я вспомнил про рефорж. Ну, хорошо, хоть старую графику оставим, если честно. Так, ну тут замес серьезный. О, Инволом в ответку ловит Джонни молоток. 73 лимита. У меня подозрение, что там грейды 2-2 просто у Джонни. Но я не могу это проверить. Пытаются сейчас окружить МКУ. Окружает МКУ, телепорт. Успеет уйти? Молотка нет? Ох, там прям, ах. Там прям на последних хитах. Там было меньше 100 хп. В рамках таких лимитов, это, ну, несерьезно. Пайпуй бери. Я бы взял. Фуфашечки. Ладно, смотрим. Ну, тут второй грейд на атаку доделывается вроде как. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Тири-тири-тири-тири. А чего он ждет? Это Рэвин Вул или Свиток? Я не заметил, что там ПКД. То, что Хавк контролит магазин, это очень хорошо Телепорт Но деньги есть еще, на Свиток ждет А это и другой, наверное, купит Деньги есть Да Три инвула Три инвула Молоток в МКУ надо вписываться Такая стенка брейкеров Клайп сделай Блин, добил бы Креста Он добил как-то каким-то другим образом Крест еще ловит молоток А, он Архмагом бьет И молоток кидает Грамотно Что за психи Архмаг страдает Рановато для Свитка, на самом деле Надо еще пораспределять урон по возможности Видите, нет, Свиток из-за этого МК опять ловит молоток Причем грамотно Он сначала делает фокус, а потом молоток Чтобы, ну, ты Ты же реагируешь на На молоток главным образом Пока там замаки идут Пока там юниты подойдут И в результате Ты начинаешь реагировать Но уже как бы О, МК, шестой Шестой, но без маны Без Казмодана Пока что Ловит молоток Но, видимо, сейчас будет уже Собирать ману Не будет тратить Да и Архмаг тоже шестой Интересно Да, там МАС ТП все-таки МАС ТП Как контролит Блин, хорошо Жалко не показывать ситуативное ПМ Было бы полезно увидеть его Сейчас показываю То же самое 350 усредненный ГГ, пишет Джонни Хорошая игра Ну, хорошая с точки зрения Страты-то понятны Именно Именно контроль Именно контроль Это хороший уровень очень Две ауры неплохо купил Правда Too expensive За 1000 голды Да Ну, кажется, у меня две ауры Очень сильно работают То есть, это получается Плюс один грейд на защиту Но там была проблема Я не мог с ним сражаться То, что у меня Не было грейдов У меня были 0-0 грейды Очень долгое время Так А у него 2-2 грейды были А, вот Он, видимо, чекал раньше Мне надо было стоять Тупо делать грейды Да Боевые барабаны, кстати Я не успел купить Они были В пуля Да Я не успел купить Но почему взял Ангел Интересно Я хотел Ауру Купить Плюс боевые барабаны Потому что Это очень жестко Хотя Боевые барабаны И аура Паладин Это, по сути Равносильные Итемы Только барабаны Дешевле Эти Барабаны дороже стоят Получается Барабан дает Один грейд на атаку Ну, 10% Все армии Это один грейд на атаку Практически Ну, еще героев берет Да А аура брони То же самое Один грейд на защиту Всем дает Героям и лемам По сути Равносильные Итемы Только Разница И 100 голды Я пытаюсь Понять Вообще Есть какие-то Ситуации В которых Ну, вот Именно Конкретно В этой Понятно Что есть Такие ситуации Когда урон Важнее Например Когда у тебя Приоритет Идет На урон Ну, в смысле Ты делаешь Грейды С перекосом На урон Или какие-то Есть дополнительные Бонусы Типа Аур Других На дамаг Или Бафов Типа Рыка Или дебафов В виде Минус армора Но здесь В Мироре Вообще Есть, конечно Там Брекер Брекеры Мели На среднюю Там все равно Увеличение В полтора раза Но броня Режет в процентах Поэтому пофиг Как бы делаем И атаку И защиту Вот Но Есть ли вообще Разница Между Тем Чтобы получить Одинаковое Условно говоря Одинаковое Количество К защите И одинаковое Количество К атаке То есть Что приоритетнее Что приоритетнее Хилл Вроде Не сильно Аффектит Это все Дело Ну Типа Можно было Сказать Что Благодаря Хиллу Больше ХП Получается Но Это так Под молоком Фокуснуть Ну Все Нет Нет 50% Все Армии Урона На Мув Спит И Хилл Менять Не Такое Все Приз В финале Куперу Выиграл Я прям Предугадал Финал Лучше Барабаны В смысле Ты же Ауру Получаешь В процентах Защиту Ну В смысле Ты же Минусишь Урон В процентах От Получаемого По сути Аура Которая Дает 10% Атаки Это Один Грейд На Атаку И У Рекера Там Становится По Мон Плюс Два То есть Аура Дает Плюс Два Все Армии Аура ДК 100% Улучшена Для такой Армии Вот я Прослушал Про ДК Если бы Это был Армия Орка По Ту Рену То Естественно Хотя Барабаны И так Орк Да Хэвок Понятно К сожалению Купер Матч За третье Место Играть Не будет Поэтому Поэтому Будет Авто Авто Вин У Человека Который Ну Который Проиграет Здесь Мне были Барабаны Иван БМК На ТП Не Опустил Живого А Вражеского Ты Мишина Ну Конкретно В той ситуации Да Да Может Реально Для окружения Для фокуса Лучше Прийти Для На Атаку Получается Женни Кейдж Третье место Займет Если Купер Не Не Вернется Мы Смотрим Финал Да Да Так А Они Отыграли Уже Все Джонни Джонни Отлетел 2-0 Получается Я Думал Что у них Только Первая Игра Была Так Давайте Посмотрим Посмотрим Да У нас Остался Финал Хавку Против Плиза Вообще Андейдов Скайуэра Хороша Как раз Для Таких Маневров Типа Чтобы Брейкеры Часто Чаще Атаковали Цели Которые За пределами Во-первых Она тебе Дает Возможность Постоянно Отступить В любой Момент Что тебя Не будут Так Штрафовать Догонять То есть Это чисто Тактическое Преимущество Во-первых Учитывая То что Брейкеры С престами Они довольно Такие Пацифистные Товарищи То есть Битвы идут На протяжении Там Полуминуты Минуты И Ну там Урон Вроде как Распределяется Более-менее Равномерно Не так Как у Хантрес Конечно же Из-за Отскока Но Стенка на стенку И Брейкеры Там По друг Дружке Стреляют Часто Там Прям Ну Без фокуса Какого-либо Ну По крайней мере Хотя И так И так Бывает На самом деле Черт его знает Опять же Барабаны Хороши Были бы Для того Чтобы Проще Противнику Было Среагировать И отвести Юниты Под фокусом Три раза Подряд Хавк занимал Второе место Сегодня четвертый Турнир Говорит Хавк Интересная Статистика Верно Учитывая А он не чекнул И в начале Когти Лучше всего Падают А вот В лейтгейме Когда там Хиракилы Идут ПМК Там всякие Плюс 150 ХП Плюс Армора Они даже Неплохо Заходят Хотя Если тебя Кружат Ты сразу Сдохнешь Да Дирижабль Кстати Странно Что Хавк не использовал Вот Это Джонни Все-таки По Это Самое Пополучал Преимущество В определенный Момент Вы помните Там Пара сражений Было Прямо Таких Хороших Чисто Из-за Дирижабля Но Это Требует Контроля Это Требует Ресурсов И Ну Посмотрим А Плиз Выигрывал Этот Турик Плиз Один раз Выигрывал Если я Правильно Помню А Плиз На первом Турнире Занял Третье Место А Плиз Чис Выигрывал Видимо Да Плиз Чис Выигрывал И На первом Турнире Занял Третье Место Хорошо Итак Друзья Мы Приступаем К Просмотру Финала Финала Турнира Серии Играем Дома По Warcraft Которую Проводит Федерация Компьютерного Спорта Приятно Отметить Что турниры Проходят На нашей Замечательной Турнирной Платформе Good Game Который Позволяет Проводить Турниры По Любым Играм В любых Форматах Здесь Есть Рейтинги Посевы Процесс Автоматизирован Краудфандинг Есть Можно Формировать Призовой Фонд Можно Делать Сложные Многоэтапные Турниры С Группами С Всякими Системами Проведения Внутри И Этот турнир Как и многие другие Не Не из таких Не из сильно Сложных Тут стандартная Сетка Single Elimination С матчем За третье место И В финале Хавк Против Плиза На турнире Присутствует Ограничение В нем Может принять Участие Любой гражданин РФ Старше 14 лет Черкание Карт Добавилось Да Кстати Добавили еще Черкание Карт На турнирном Модули есть Там карточки Игрока С чатом Английская версия Появилась Что тоже не актуально Для текущего Конкретно Турнира Здесь даже Описание На русском языке Можно черкать Карты Можно чатиться Непосредственно На сайте В общем А И конечно же Пользуясь случаем Порекламирую Что порекламирую Порекламирую Акцию Которая идет Уже второй месяц Мы поддержим Организаторов Турниров О, прикольно Выделили 600 тысяч Рублей На призовые фонды Вся информация Есть новость Поэтому Организуйте Welcome Сейчас только чатик Покрупнее сделаю Поехали Хавк 1-0 Плиз Нет Давайте сразу Предвосхищаю Ваше возмущение Делаем 0-0 С чистого листа И у нас Бот 3 Если мне память не изменяет В финале тоже Так, сеточка Сейчас Да, до двух побед И матч за третье место И финал И тем не менее Мы традиционно Закончим турнир Где-то под час ночью Да Поехали Давай втихую 600к В водород вложим ГЛХП ХФ Птица Пишет Плиз Птица Завидую Что летать умею Пошел трэш-ток Ребята Трэш-ток Плюс Вааа Неплохо Как вы думаете Кто кого Куда сокол пропал А он в чатике Оказывается Он в чатике Пишет Но ничего не говорит Сокольки Если что Я в дискорде Ну так Посмотри Хозел В смысле Кипера берет Опять Плиз Хотя сегодня Были Были И демон хантеры Варденка даже Мелькнула там Разок Где-то на старте У кого-то Но недолго Потому что Мачапы не такие Побежали Футмен-разведчик Малое зелье Исцеление Это еще один плюс Такой вот разведки Что Ты вообще Постоянно знаешь Что там По артефактам Ой Как плохо развел И Дархмага Достало Элементали задиспелил Да Недоконтролил Немножко Хавк Выпадает Талисман Ускользание А че Я сокрушаюсь Давайте попробуем Нейтральненько Поболеть То бишь За эльфов Прикапывает Приходит Сразу Смотрите Энтов вызывает Пыщ И хавк не добил И второй левел Не получил Вот это контроль Вот это да Плиз не танкуй лицом Плиз отступает Он разменивает Что? Он разменивает Бутылку на фута Добил на этот раз Энта надо добить Энта добей О нет Неправильно Неправильно Широкую на широкую Надо было Ну архмаг второго Левела Пошла Аура работать Регенерация маны Плиз заходит На мейн Ну как заходит Пришел Лапкой Там Потерся Энта хотел пустить Энта не впускают Энта убью Там даже не закончится По времени По сроку годности Какие-то подлаги Микрофризы есть Надеюсь У игроков Такого нет А Пользуйтесь случаем Передаю привет Пацанам из чатика Смотрите Сегодня В бустер зашел Увидел Что можно текст ставить И что же я написал Естественно Написал Как надо Брат У тебя PUBG Обновляется В стиме Посмотри Скачки Идут Отап Подержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Господи Как же я люблю Варкрафт Как же мы Все любим Варкрафт Как Варкрафт Хорош Без игроков Вообще Никакой Был бы Никакой Молодцы Близзы Такую игру Сделала Для своего Времени Продуманную Глубокую Армию Игрока Атакую Потом Патчи 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 Лет через 6 Уже был Приемлемый Баланс Недостаток Которого Компенсировался Первые Несколько Лет Тем Что игра Настолько Классная По механике Что ее Можно было Изучать И обузить Самые Разные Вещи Как Смотри Как же Люблю Пиньки Как все Люблю Пиньки Спейл Старый Варчун Так А что Нам по Апгрейд Комплит Арча курит На На базе Армию Игрока Атакот Вышел Пошла Арканочка МК Райфл Ну Хавк уверен Так поджимает Чего Третий уровень У него уже Мурлоков Забрал У меня вот такой Вопрос Король Король Раков Говорит Какого черта Кипер вызывает По пачке Деревьев Без проблем Афс Больше двух Никогда вызвать Не может Что за бред И надо говорить О силе волков Пиньки тоже Не детские Ну волки Дешевле Во-первых Они стоят 75 На На 100 Ты еще Криптлорда Не вспомни Это Вспомни Там 5 жуков У него Дешевые Как не знаю что Во-вторых Держал Знает Когда нажимать Контрол Когда пробел Невероятно Но факт Так Ну У нас действительно Финал Самая первая игра Финала Хавк против Плиза Престы пока что Пока что Без Грейда Надо Быть им Поаккуратнее Потому что Ой Как же мне нравится Второй Димка В качестве Такого Саппорта Против Против Маутен Кинга Так Так Ресерч Комплит Вот это А нет Это не тот Ресерч Который нам нужен Ну он Видимо Первый Грейд На атаку Взял А это Что такое Это Дроп На мейн Что ли Кристал Бол Ну все Сигнаторочка Выпала Хавку Ооо И если б не Кристал Бол Он бы не увидел Дирижабль Вот Надеюсь Хавк больше не будет Гнать На На этот Подождите Я даже послушаю Будут комментарии Армию Игрока Атакуют Значит Когда Кристал Бол Тебе не нужен Ты его Просто По Кристал Болу По его Маме Проходится Просто по полной Программе А когда Кристал Бол Дает инфу Царскую Просто Царскую Молчком Может он на игре Сосредоточен Молчит Поэтому Там Экспанд И именно Для этого Использовал Дирижабль Причем Дирижабль Фейковый Уже Вообще Классно Чтобы Законтрить Дирижабль Ты должен Потратить Там 145 Или сколько Стоит Мастерская Причем Пауэрбилд Желательно Чтобы Время не терять Построить Еще Вертолетик Ну как бы Получается Стоимость Дирижабля Да У тебя Остается Вертолетик При этом При всем И здание Тоже остается Но Инициативу Ты все равно Теряешь Кстати Всем привет Так Коннектировала Премию А на почту Заходишь Просто На которую Зарягин У тебя аккаунт И ищешь Письмо От Goodgame Мы его Всем разослали На месяц ГГ плюс Подписку Чтобы там И смайлики И статусы И приятно было Время проводить Так Если говорит Хавк Сольет эту игру Зайди к нему На стрим Он вспомнит о шарике Ага Еще предложи мне Ему в чатик Что-нибудь написать После этого Не-не-не Я не хочу Может быть У него не хватит Прав меня забанить Но Он может Может все сказать Что Будет прав Так Кипер Кипер подходит Прикапывает Но база работает Это очень важный момент И то что Плиз Своими забеганиями Морочит голову Хавку Это тоже Очень хорошо Фа Мортира Мортира Он не сразу Заметал Мортиру Он на сорочку За Ну Настоящий Альфач За сорочкой Побежал Гномиков Не увидел Пахромеев Говорит Мишка Привет Вечер Вчера Смотрел записи Хаммеркап До пяти утра До финала Это было шедеврально Я такого экшена Последнее время не видел Спасибо Хаммеркап Вообще Не ко мне Это Гравди Молодец Его идея Его базовый призовой Он же организовывал Я Чего Я Пришел Покомментил Причем Сомневался Еще Потому что В среду Варкрафт В четверг Варкрафт В пятницу Варкрафт Все Сейчас нужно Плизу Что Как-то До медведей Дожить Блин Это сложно Это сложно Там Грейт Все еще Нет Но если Он успеет То это будет Где-то 65-70 Уже С мишками Мишка Оооо Хорошая Прям Такой Став Хороший Еще Монобер Ооо На соточку Дима Хорош Сейчас Правда Молоток Получит Диспл 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 Нету Диспл 48-49 Гол Можно Диспл Реально Он специально Не уходит Просто К себе На экспанд Или к себе На мейн А морочит голову Просто Чтобы Чтобы Время Выиграть Нычка Работает Медведи Тренируются Все Нормально Еще бы Грейт Заказать Уже 60 Лимита Максимально Разменять Сейчас Котов Было бы Классно Блин Как же Плиз Хорош Он Манипет Просто Просто Манипет Палец Рабочий Вот Это Вот Он Всех Сдал Он Просто Всех Сдал Не знаю Видел ли До этого Плизнычку Но этот Рабочий С деревом Идущий На экспанд Ё-моё С С Такими Друзьями И Врагов Не Надо Да Пошел Грейт На атаку Медведи Уже Четверо Стоят Еще Двое Трое Строятся Свет Камера Мотор Хавк Понимает Что Все Очень Плохо Ухавка 58 лимита Там уже 70 лимита Медведей Ну Есть тут Остатки Котов И Дриатка С ума Сойти Арба АМШ Бутылка Сейчас Деньги Главное Чтобы были Став Второй Даже Котаридж Живет Кот Благодарен Став На разных Слотах Странно Медведей Миллион Не переборли С медведями Это у нас Но если Медведи Не толпятся То норм Тем более Что здесь Такая поляна На экспанде Можно спокойно Ворваться Вертолет Офигевает Просто От той Армии Которая Хавк Понимает Что Идут Убивать Его Да МШ Куплен Виспы Убой А там Даже не Т3 Естественно Там Стандартный Рефлокастер С только Что Отстроенной Нычки Шикарный Тайминг А еще Инвол Свиток Скорее На такой Лимит Свиток Лучше Второй Свиток Ухавка Ё-моё Но Добыча 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 Экспанда Виспы Мортира Выходит Конечно Не очень Удачно Но Ее Опять Игнорят Букав Дэд Вызван Так Чтобы Нельзя Было Его Задиспелить И побежал Сразу В рабочих Отличный Медведь Он Шел Мириться Явно Так Понеслась Феррик Вешается Сразу Престы Отступают Мортиры Ушатывают Дриад Не доконтраливает Плиз Мортир 57-68 Одинаковый Лимит С скелетами Тоже вроде Справились Феррик Умирает Второй Он не в форме Блин Ну как так Поздновато Что ли Да На мэне Отбился МК Еле живой Берн Нужно на МК Делать Почему не Берн Дима Саймшой Непрожатый Плиз Колоссально В этом сражении Недоконтролил Колоссально Просто Сейчас Саймшу Зато прожал Ё-моё Опенэмир 18045 Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Хорош Михаил Да У меня брат Зарядился На гудгеме И заменил Хорош Постремил Один раз Ему Пришло Приглашение В премиум Жена Зарядилась И постремила Один раз Ей тоже Пришел Премиум Я поддерживаю Будгейм Регулярно И мне Ничего Не пришло Михаил Ну что за Нубас Шучу Спасибо За стримы Спасибо За Прохладную Историю Ну Проверь Спам Не знаю Может Скилуха Порешала Кстати Да Спейл прав То есть Проверью Соответственно Экспанды Нет Надежды Нет Одна атака Есть у Клиза Но учитывая Как провел Он то сражение Возможно Хороший Берн Ферики Залетают Рифлы Забегают Ой Как Сорочки Терпят Сорочки Вот это Ферики Просто Дали Минус Два Рифла Судя по крикам Опять же Напоминаю Что эта атака Это последняя То есть Тут надо Прям убивать Убивать Мана Молоток На Димку Вешать Фериков Над этим Над Слесом Фериков Повесил Престоп Штрафует Таун Нету Арун Подчеркивание Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Где таун Да Ну там был Фильтр на Анимешников Поэтому мы Не всем присылали Рифлы падают 60 лимит На 69 Хавка Больше Таун Пошел 1-1 Грейд Ну там 2-0 Такие же Грейды Как и были На первое Сражение Кипер Куда-то Побежал Черт У Матун Джейнта Нет грейда На физушную Сопротивляемость Какое бывает Сейчас минус Молоток И минус Дима Если Ингулом Не поймает Ну тогда Ааа Я понял Медведь Не успел Селепортироваться И Матун Джейнт Упал под конец Да Если бы Это сражение Он провел Лучше Чем предыдущее Тут реально Был размен Хороший размен Но Если бы Работал Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Вообще Да Обидно Я не анимешник Но мне тоже Ничего не пришло Беда Беда Так Ну Что тут скажешь Что тут скажешь Госстандарт А говорят Что ключ Активирован Кто Спикрал Я уже Кстати Слышал О такой Теме Кстати Там Набережные Челны Спасибо большое За поддержку Шесть человек Акалитов Идеяния Сняли Вы могли бы Там шахту Кстати В шестером Даже У вас У вас нормальное Количество Чтобы базу Организовать Нужно Пять акалитов Для полноценной Добычи Вот Ну да Это странная история Финальное Сражение Но для Плиза Оно заведомо Проигрыш Это хорош Спасибо Ну что ж такое Надо видеть Альтернативные Какие-то вещи В общем Архмак падает Да стоп Стоп Вот это в тему Кстати В саппорт Потому что На этом На этом сообщении Хоть умирает Архмак Но Малтун Кинг Получает пятый уровень Ой А это как так получилось Что это Что это произошло У нас на Слушайте А есть шанс Нет Шансов нет Ну то есть Они очень Очень прям Никакие Ну хорошая диверсия Минус все рабочие Минус вышка За счет Одного медведя И ентов Посланных В нужном направлении Вовремя Ну отель Видимо Сейчас будет С нэча Блэссингом Быстро перекапываться На эксп Но как ему Выстоит вообще После плюс 20 лимита Как ему Выстоит Хотя опять Тык в коня Проверенный Народный способ Ооо Невыдержанный Волл Поражал Хотя там Инволл Не нужен был Ждет Когда отпустит Но не дождался Да Беда Даже если он Убьет коня Даже если он Нейтрализует МК Что делать С лимитом Таким Превосходящим Хотя две Дрятки Есть Четыре Медведя 55 лимит На 36 Именно Хирокил Может помочь Кстати Гудвин Перешли мне Пожалуйста Твое письмо На Майкер Собагутгейм.ру Мы его будем Использовать В качестве Тестового Армию Игрока Атакуют Ну надо Сейчас Дерево Перекапывать Но за это Время Хавк Еще Получит Ресурсы Тем более Благодаря тому Что он Отвлекал Рабочих И харасили На мэне Он Сейчас Собирает Еще те Средства Которые Остались На мэне Да Купил Инвол Хошк Он готов К убийству Героя Ну в смысле К попыткам Плиза Убить Его героя Дима Ловит Сразу Молоток МК В инвизе И не собирается Оттуда Выходить Явно И вот Думай Как подходить Там же Снова Молоток Поймаешь Кипера Кидает Молот И снова Инвиз Издевается Просто Издевается И третий раз Закинул Старик Невод На И снова В инвиз Красиво Ну это да Это убедительно ГГ пишет Плис Хочется все таки Отметить Что У Плиза Была реально Хорошо проведена Первая Ну первые наверное Минут 10 игры Даже несмотря на то Что спалили Его разводы Он вовремя поставил Нычку И очень много Времени Морочил Хавку Голову Просто Котами И дриадами При этом Делал Т3 При этом Делал медведей И в определенный момент Не понял кстати Когда он успел Армию высадить В этом Как это называется Из дирижабля И полететь Он изначально Значит Он спалил Дирижабль И потом высадил Армию Типа закинул Расконтролил Экспанда Практично Просто Просто обычно Когда плюс Ну в такой ситуации Плюс 10 лимита И герои Такие же по уровню Это Конечно плюс Для Для эльфа Именно поэтому Как бы С одной базы Эльфа Если играю Там в медведя Каких-нибудь Там после харасса Вражеской базы Хуманы стараются Как-то таймингово Подпушить С рифлокастерами Потому что В лейт играть сложнее Зачем ты виспов Диспейлишь У меня маны нет Говорит Что я не заметил Этого Неплохой подкол Так Баттл продолжается Судя по всему Так У меня почему-то Не отобразились Расы Давайте я Перезапущу Бустер Сам ответил На свой вопрос Типа Зачем За дирижаблем Погнался Там никого не было Ха-ха-ха-ха-ха Неплохо Что не подцепится Unable to connect to server Please tracking later Check for updates Спасибо Самое время Чекнуть апдейты Но нет Так Ой Почему я смотрю Я смотрю От первого лица Хапка Извините Уже Знаете Мышку отпустил Курсор двигается И думаю Нормально Смотрю Правда Так тоже Мышку отпустил Слушайте Может поиграть Варик Ладырок Поставить Этот ладыр Самопальный Поиграть За эльфов А Брусбрейну Написать Пусть там Это самое Расчехляет Расчехляет Ну чё Если Бросит мысль Гридвак Нет Не ну и так Мы видим страты Мы смотрим Мы турниры Там Два-три раза В неделю Может порт Что У нас финал идет Как делать Ну 1-0 уже ведет Хавк Играй до двух побед Я создал Говорит На Го Забаищены Пацаны Вы чё Серьезны Куда мне Старому туда Нет У меня Хорошо Я еще В World of Tanks Не играю Всё Хотя Через PUBG Можно попасть Я думаю Куда угодно Даже В каком-нибудь Unranked Дотке Боб БСП Привет Привет БСП Кстати Про тебя вспоминали Мы сейчас пишем гайды Коротенькие Такие Под турнирный модуль Типа Как что сделать И думали На английском языке На английский язык Перевести Я не смог вспомнить Хорошего Прям Нейтив спикера Вот Сразу Но потом вспомнил Те видосики Которые ты мне скинул И понял Что ты Вроде Хорошо разговариваешь По-английски Правда Тебе косты Наверное Какие-то дикие Или как В качестве Практики Может По старой памяти Там Господи Там Две минуты Шесть роликов По две минуты Просто Наговорить Только Нужный Сексуальный голос Сможешь? Ну так Чтобы Все 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 Буржуи Тут же Пошли Пошли Регец Так А в это время А в это время Чего? Артефакты Хорошие Хошка Молодец Второй уровень Получил Козлик Плизовский Тоже Мне прям Кликать хочется Но это до первого Луза В батлнете Слушайте Тренинг Можно Там Настроечки Кастом Кис Вспомнить Пробиндить Все В кои-то веке Посмотреть Ченжелок Последний Там Под По двум Трем Патчем Чтобы В это Самое В теории Не плавать В базовой Поиграть Стандартом Вспомнить Старые Страты Адаптировать Погореть Черт Голосование Будет Короче После Турнира Да ладно Запилить Помощники Голосования Пожалуй Насколько Это интересно Вам будет Залфар Не надо Перезапускать Быстр Уже Делали Это С подключением А думайся Тут нет Фатонок Ты слышал О протекторах Ты знаешь Как орки Параноидально Должны Проверять В апреле Опа 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 Нет Фух Исправился Плиз Я уже думал Что После такого Окружения Ну это Дичь Была бы Конечно Подрезает Арчан Арчан НТП Все равно Нормально Ух Да Причем Он окружил Еще так Все Стоим Секунду Стоим А сверху Дырень Просто зияет Здоровый Выходи Не хочу И конь Уже На вострел Типа Я на север Класс Тайминговый Магаз Да Тайминговый Магаз Как обычно Идем к эльфу Как Как это Исправить Я не знаю Вот у меня Есть архмаг Футмены Я иду На базу К эльфу Че 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 Я там Жду Что Буду Пить Из Мунвэлов Что Мне Там Не Будут Давать Люлей Я Там Типа Расконтролю Вообще Никакого урона Не нанесет Да нет Не надо Скидываться Нет Когда Сасхой Куда-то Скидывается Не надо Не надо Уже Бурсбрейн Предлагал Я Варкрафт Это не из-за денег Понимаете Это У нас сложное отношение С ним Вот Это не Байт На На донаты Ребят Короче тут Опять ловят Архмага Но в отличие от Прошлого раза У него Телепорта Нет Ему закидывают Осидку В лицо И он Вынужден Умирать Подходит Правда МК Забирает На архмаге Три арчи Суммарно Джеки говорит Тот тоже Особо Не играть Не хотел Потом начал Стримить ладер Потом пошел Тест Тот уже Два года Катает Регулярно А вчера Выиграл Сикси На турнии Так что Мы верим Тебя Два года Катает Человек Ты так Пишешь Как будто Он там Пару недель Постримил И все Пошел уже Катать Мы разные Люди Я знаю Но Чатику Ты не Объяснишь Кому-то На Китай Донатил Какой-то Сахса Сасха Через Икс Бобру На ладер Один Не поехал Другой Не стал Играть Все Хрустальный Шар Да Есть же Два из двух И это В финале Класс Ну что С шарами Теперь МК бегает Этот артефакт Преследует Хавка Просто Если вдруг Вы Не смотрите Стримы Хавка Вдруг Этот шар Его Постоянный Гость Но не Продает Не продает Но Светит Даже Просветил Центр Появилось Я вижу Голосование Демократичное Потому что Присутствует Пункт Яупырь Прекрасно Так Ну На самом деле Плиз С одной стороны Нарастерял Армию С другой стороны Архмага Шатнул Но МК-то МК-то Крепится Ой Два Энта Две Арчи Сейчас Они Как Барак Снесут Сейчас Как Отменят Тайминговый Играет На Рифлов На Рейндж Ну Конечно Они Здесь Не для Этого Они Для Того Чтобы Просто На Них Обратили Внимание Такие Attention Вот И Получается Хотя Наверное Хавк мог Игнорировать Какое-то Время Этих Идам Дальше Крепиться И все Худ Сломался Город В Осаде Так В это В это Время Мы Видим Т3 Мы Видим Медведей В отличие От Прошлой Катки У Плиза Здесь Нет Базы Ну Кстати Самое Если Ставить То Вот Сейчас Можно Ставить Наверное Война За За Этого Командира Огров Настоящая Не 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 Будет Войны Хотел На Халяву Плиз Подрезать Но Он Вот Влобешник Проигрывает Че Тут Три Рифла Три Преста И Третий Матун Кинг И Выпадает Шлем Доблести Ну Это Нет Фигня Ловкость Никому Сила Окей Но Расчет Всегда На Ауры Вы Знаете И Полетел Дирижабль Вот Это Да И Кстати Там Касл Между Прочем Всего Одна Магическая Вышка На Мэне И Отсутствие Телепорта Ох Это Опасная Связка Пиджи Да Прочитал Прочитал Надо Обязательно Вспомнить Так Сказать Что Матч Двух Столиц Кроме Клубе Армсинг Дремучие Года Это Были Легчайшие 500 Баксов В Нашей Сбегом Жизни Гра Не Мы Готовились Подержал Ваш канал На 100 Рублей И Сообщает Гнев Левым Из-за Кристаллбола Торг Продаем Кристаллбол Принятие Свет Да 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 Все Таки Купил Телепорт Ой Это Мы Так Медведя Спасли Хорош Он Отконтролил Это Кстати По Микромоментам Было Классно Очень Хороший Момент Был То есть Он Спас Медведя От Молотка Летящего Он Отконтролил Дирижабли От Фокуса Ох Фенрир Переподписан 6 месяцев Классно Да Тот Шум Матч Был Поинт Плюс Еще Кто Поинт Генсаш Нет Кто Что У него Был Второй Стран Виколм Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает Майкер Привет Привет Спасибо Тебе За стрим Смотрю Тебя Еще Со Школьной Скамьи Ох Уж Это Вак ТВ Вак ТВ Нас Выручал Вак ТВ Долгое Время Был Основным Источником Армию Игрок Книги Не читаем Источником Каток Почти В прямом Эфире Мне кажется Здесь вообще В 2.0 Идет Игра Ну хавк Активнее Крепится Это все Откладывается В экспе Героев В артефактах Уже Обгоняет Несмотря на то Что Дважды Убивали Архмага Архмаг Уже Наполовину Пятый А козлик Еще не Четвертый А еще Зуич Андедом Играл Поинд Армию Игрока Атак Капитан Поинд Поинд Хороший Добрейший Души Человек Максимально Спокойный Ну Плиз Пытается Развлечь Даже Не все Редак Появилась Вторая Вышка Он Все Рано Лезет На Мейн Убивает Там Пару Тройку Рабочих Убивает Гвардовскую Вышку Прожирает Причем Еще Я не знаю За что Он здесь Сражается Реально За магическую Вышку Пора Став Эти Телепортироваться А где Став 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 Был Не в КД Очень Странная Была Продажа Медведя Пытается Работать По Ох Опасно У У У У Ну Вот Это Ключевой Момент То есть С одной Стороны Понятно Зачем Он сюда Пришел В очередной Раз Убить Рабочих Выиграть Время Покоцать Экономику Но Ай Алхимик Минус Нет Это уже Фатально Жалко Возможно Он здесь Оставался Для того Чтобы Выиграть Майнинг Тайм То есть Чем больше Он остается Здесь Тем Меньше Добывают Ну Тем больше Увеличивается Разница В добытом Золоте Это конечно Отложенное Золото То есть Сюда Можно Будет Если Затянуть Игру Его Можно Вытащить Будет В конце Концов Ну вот Например Сейчас У них Разница В 800 Голды То есть Вот У Плиза Преимущество Почти в Полторы Минуты По добыче Это Это С одной База То есть Это Серьезное Экономическое Преимущество Вот Возможно За этим Он оставался И Бил Там Магическую Вышку Просто потому Что Больше Нечего Было Здесь Бить Но Почему Он Во-первых Не стафанул Медведя Учитывая Что Был У него Став И Почему Он Вовремя Не ушел На телепорте Непонятно Вообще А помнишь Как люди Гнались За статой Смотрели Акпоинт Иму на 5к Игр Да Ну Пойнт Как раз Никогда Не гнался За статой Вот Он Не создавал Новых Аккаунтов Он Не делал Там Статы Типа 100 Ноль Или Там Какие-то Такие С минимальным Количеством Поражений Не обузил Систему Эту Плюс Минус 7 Он играл На своем Маке У него Реально Там Было 5к Игр 5к Выигрыш 5к Проигрыш Все Все нормально И Он Этим Он Этим Выделялся Точно Козлик Снова Нахарасим А зачем-то У него Только Зарандом 15к Ну Я Наверное Зафиксировал В определенный Момент Времени На 2003-04 Год Когда Там Прошло 2-3 Года Я Не проверял Потом Видимо Стату Пойнта Вот Но Хорошо Что Есть люди Которые Следят За ним Эль Джузабана Боинг Капитан Сборной Габидан Навсегда В наших Сердцах Как и Шокер И Ракета На Нюке 364 Все Оттуда И ГГшки И Ставки Так Ну Тут Кстати Попытка Попытка От Плиза Ворваться Но У него Толпится Медведь Толпятся МГ Позиция Странная Хотя Полян Знаний Клэп Дракона Подрезает Неплохо За счет Фонтана Здесь Можно Неплохо Постражаться Клэп Спасает Хорошо Спасает Став Медведя Правда Алхимик Терпит Второй Став Есть у Кипера Второй Став У Кипера Был Спит Уже Плиз Уже Спит Он Фокусил Этого МКу И Сейчас За этим МКой Побежит И отдаст На нем Это ГГ 2.0 Понятно Жалко Но Плиз Все равно Молодец ГГ Для Плиза В рамках Турнира Играем Дома Это Лучший Кыкейка 82 Поддержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает Неплохо Миша Добрый вечер Добрый вечер Смотрю тебя С 53 Года До нашей Эры Когда ты В тунике И проживая В бочке Собрал Свой Он так грелся Не спалю Лагало Ужасно Но Кто не ошибается Тот Ничего Не делает Поднялся Развился Молодец Молодцы Так держать И всего хорошего Спасибо тебе Кыкейка Хотелось бы Подвести Итог Для Хавка Это Первая Победа На этой Серии Турниров До этого Судя по статье Он Трижды был Вторым Как-то так Для Плиза Это Все равно Достижение В рамках Этого Турнира Самое большое Потому что Он только На первом Турнире Занял Третье Место А сейчас Второе Ситуация Могла быть Другой Если бы Не ливнул Купер Потому что Счет 1-1 С Плизом В полуфинале Но Он Он вынужден Был Ливнуть К сожалению Я хочу Извиниться За то Что были Дисконнекты В следующий раз Мы будем Не через луч Уже Пускать Трансляцию Там Реально Какие-то Дисконнекты Каждые Полтора Часа Идут Но победители Известны Все Джонни Кейдж Третий Плиз Второй Хавк Первый Получит Призы Надо Кстати Скорректировать Не забыть И что там По голосованию Я упырю Ну понятно Все А Тут нет Другого Варианта Ну Тогда Считается Нелегитимным Голосование Кускус Подержал Ваш канал 100 рублей И сообщает Эх Обидно Что в своем Мухосранске Безенета Пропустил Всю эту Движуху Узнавал Изуки Что такое Вообще Билд Что можно Через шифт В группы Брать Компании Проходить Была боль И позднее Мучал вопрос Что это еще За майкер Почему он Все воды Озвучивает Да Непонятно Непонятно Ладно друзья Спасибо вам за то Что смотрели Спасибо за то Что болели Поддерживали Вспоминали Былые времена Турниров Поваркафта Еще будет много Обратите внимание Что в следующую среду Будет 12 Последний Турнир Сезона Cheese Cup Cheese После этого Будет финал Сезона С призовым фондом 30 тысяч рублей Также Обратите внимание Что созданы Еще 5 турниров Серии Играем дома Которые проходят Каждую пятницу Абыч поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Брать соколика В сборную Томской области По киберспорту Да бери чего Не прогадаешь По крайней мере Он сможет Прохладные истории Травить И мораль повышать В команде В общем Увидимся Завтра суббота Я не знаю Что конкретно Будем стримить Возможно КБ Возможно Варкрафт Черт его знает Может там турниры Какие-то по Варику Будут еще О которых я не знаю Скорее всего Что-то будет Вот Все Все Пора уже идти Пол первого По Москве Не болейте До завтра Хавк чемпион А все благодаря Сфере